Доброе утро. Здравствуйте всем, кто к нам присоединился. Меня зовут Сергей Кулешов, и у нас сегодня вебинарчик про создание и открытие интернет-магазина на платформе 1SBitrix. Я вижу, некоторые уже освоили закладочку questions, или у нас она, кажется, выглядит как значок вопроса. И сегодня мы с вами будем там общаться. Значит, прежде чем мы начнем, хотелось бы получить от вас некоторую обратную связь, что у нас с вами все в порядке, и что мы можем с вами коммуницировать таким образом. Значит, для этого отыщите, пожалуйста, у себя на панельке значок вопроса, или там еще написано, может быть, по-английски questions, и дайте мне обратную связь. Видно ли, слышно ли? Сейчас у вас на экране должен быть красный слайд с названием вебинара и моим именем. Если все, то знак плюсика, пожалуйста, отправьте мне в вопросики. И да, о, вижу. Спасибо, спасибо, спасибо большое. Рад вас видеть. Еще раз доброе утро. Сразу опять же скажу в качестве такого вступления, что запись вебинара, безусловно, мы делаем, мы каждый вебинар записываем, и запись этого вебинара тоже уже началась, поэтому если вдруг вы каким-то причинам захотите пересмотреть или уточнить для себя какие-то вещи, посмотреть в спокойном, комфортном режиме или не сможете остаться с нами до конца, то эту запись вы сможете впоследствии найти на нашем канале в YouTube и на, собственно, на сайте 1SB, где вы регистрировались на этот вебинар. Так, что же, что же. Немножко о программе, о том, о чем, собственно говоря, мы сегодня будем говорить. Вообще вебинар у нас традиционно состоит из двух частей, и если мы посмотрим с вами на сайт и программу, на которую мы вас приглашали, у нас с вами два доклада и два эксперта. Один эксперт – это я. Я буду говорить о установке и первичной настройке платформы 1SB с управлением сайтом. Я буду показывать на базе редакции «Бизнес» и всячески покажу, постараюсь детально рассказать о том, с чего стоит начинать с технической точки зрения запуск платформы. Мы пройдем с вами все шаги от самого начала до уже работающей системы и посмотрим на то, какие настройки надо не забыть сделать для того, чтобы начать работать с интернет-магазином, вообще запускать онлайн-продажи. Сразу говорю, что этот вебинар рассчитан на начинающих пользователей платформы, то есть для тех, у кого либо нет интернет-магазина, либо вы только пытаетесь его в самом начале пути. И мы будем довольно детально рассматривать. Ну, на первый взгляд, может показаться очень простые вещи. Поэтому правильно сказать, что ориентируем именно на начинающих пользователей системы. И во второй части Максим Линник – это руководитель телопродаж студии «Клондайк». «Клондайк» – компания, которая занимается производством, разработкой сайтов, в том числе интернет-магазинов, он поделится опытом, какие ошибки совершаются пользователи, в смысле, владельцами интернет-магазинов на старте. То есть что забывают сделать, что впоследствии негативно влияет на работу интернет-магазина, на его продвижение и так далее. Вот в двух словах о том, что будет происходить. И, конечно, еще немножко о формате. Я буду отвечать на все ваши вопросы, которые поступают в закладочку «Questions» в процессе вебинара, но не могу это делать в режиме реального времени, то есть не в тот момент, когда вопросы заданы, потому что не держу их перед глазами. Я буду делать некоторые паузы в процессе вебинара, обращаться во время этой паузы к вопросам, ну и, собственно, пачку вопросов зачитывать и отвечать на них вот так голосом. Во время доклада моего коллеги Максима я также буду незримо присутствовать на вебинаре и отвечать на вопросы уже текстом, или мы в конце устроим небольшую сессию вопросов и ответов, ну, в зависимости от того, какое количество вопросов от вас поступит, насколько вам будет понятно и непонятно наша сегодняшняя тема. Собственно, на этом все. Единственное, что еще должен сказать по технике, если вдруг по каким-то причинам у вас происходит какой-то сбой, ну, то есть, грубо говоря, замерзла картинка, перестал идти звук, вообще что-то отключилось и перестало работать. В 99% случаев, ну, вот по моему опыту проведения семинаров, это происходит из-за каких-то неполадок на интернет-канале. Это могут быть неполадки с моей стороны, могут быть неполадки со стороны вашей, да, то есть, так сказать, у вашего провайдера что-то происходит. Бывает, растет нагрузка, бывают какие-то обрывы, еще что-нибудь. В общем, паниковать не нужно, можно спокойно либо отключиться и подключиться к вебинару заново, это один из самых действенных способов. Если произошло что-то на моей стороне, я, опять же, у меня есть резервный интернет и так далее, то есть я довольно быстро в течение буквально 1-2 минут смогу восстановить соединение и продолжить с вами общаться. Так что не переживайте, любые проблемы устранимы. С вашей стороны это делается простым переподключением к вебинару. Так, если вдруг что-то там становится не в порядке, обязательно вопросик мне напишите, чтобы я знал, что произошла какая-то проблема. Несмотря на то, что система мне довольно детально показывает, как идет трансляция, сколько у нас сейчас слушателей и всем ли видно и слышно, система все это мне показывает, но все-таки будет правильным, если вы мне скажете, если произойдет какая-то проблема. Вот один из слушателей уже пишет, что звука нет. Мы сейчас, собственно, и напишем, что нужно переподключиться. Так, можно ли увеличить масштаб картинки? Масштаб картинки можно... Вообще само окно, которое вы видите, оно регулируется по размерам. То есть можно развернуть на весь экран или свернуть поменьше. Там даже есть, по-моему, кнопочка Zoom, которая, собственно, может варьироваться. Если все равно мелковато, боюсь, что с этим я ничего сделать не смогу, потому что тут уже зависит от разрешения моего экрана, а его уменьшить вот на лету, к сожалению, не получится. Я надеюсь, что всем будет достаточно хорошо видно, ну или впоследствии можно, опять же, какие-то детали увидеть на записи. Итак, повторимся, о чем мы сегодня говорим. Мы сегодня говорим в моей части доклада про установку и первичную настройку сайта. Мы поговорим о том, как работать с каталогом в первое время, какие есть функции управления каталогом загрузки и так далее. Естественно, поговорим о платежных системах, о том, как они настраиваются, и о службе доставки упомянем. И поговорим также о тех вещах, которые можно сделать в магазине, и какие можно сделать, какие инструменты есть для удобного управления SEO-настройкой. На самом деле будет гораздо детальнее, безусловно, первичной установкой настройки. Много чего тут еще детального расскажу, но в целом по верхам это будет примерно так выглядеть. Опять же, поскольку мы ориентированы на начинающих пользователей, я напомню, что один из битрикс-управлений сайтом – это система управления проектами. Система управления веб-проектами, их называют еще CMS, их называют админка, их называют движок. Все, что угодно – это то, что находится в сердце вашего сайта. То есть тот программный комплекс, который, собственно говоря, позволяет вам сайтом управлять, позволяет сделать его эффективным и, собственно, максимально быстро и эффективно извлекать из него выгоду. При этом битрикс-управлений сайтом подходит для совершенно любых интернет-проектов. Я даже осмелюсь сказать, что примерно 99% всех проектов, которые вообще есть в интернете, могут быть сделаны на битриксе. В некоторых случаях есть там 1-2%, грубо говоря, тех, которые не могут быть сделаны на битриксе, но это что-то уникальное, то, чему вообще никакая система управления сайтом просто теоретически не подойдет. Для остальных типов проектов на самом деле битрикс подходит, его действительно можно использовать для реализации любой своей задумки, связанной с сайтом. И неважно, это будет просто лендинг или корпоративный сайтик, это будет интернет-магазин полноценный, или какое-нибудь, может быть, сообщество, персональный сайт, социальная сеть и так далее. Выбор на самом деле довольно большой. Ну и мы сегодня говорим с вами про интернет-магазин, и для того, чтобы представлять себе, из чего, собственно, состоит вообще вот эта внутренняя часть интернет-магазина, у меня есть вот такая вот схемка. Схемка, в целом отображающая примерный состав платформы, с которой мы с вами будем работать. И здесь мы что видим? Мы видим, что есть вот такой блок, это внутренность, собственно, самой платформы, и он в таком зелененьком квадратике, собственно, обеспечивающем защиту с точки зрения безопасности веб-проекта, да, защиту от хакерских атак, от вирусов и так далее. И все, что мы видим с вами внутри с точки зрения интернет-магазина, это некоторые блоки, которые позволяют нам управлять заказами, управлять товарами и ценами, управлять внутренним маркетингом интернет-магазина, то есть развитием интереса внутри, повышением конверсии и так далее. У нас есть целый ряд облачных сервисов, которые позволяют работать с системой еще более эффективно, о части из них мы сегодня поговорим. Ну и целый ряд уникальных технологий, которые вы найдете только в нашей платформе. Это композитный сайт для того, чтобы очень быстро представлять данные и ускорять загрузку даже очень сложных сайтов и нагруженных сайтов, созданных на платформе. Технология композитного сайта позволяет их загружать перед глазами пользователя очень-очень быстро. Ну и различные возможности масштабирования проекта, то есть когда начинает не хватать одного сервера, и дела идут настолько хорошо, что посетителей так много, что вы задумываете о том, чтобы расширить производственные, скажем так, мощности своего сайта, добавляя дополнительные сервера. Такие возможности тоже есть. Ну и, конечно же, интеграции, различные интеграции с внешними системами. Для этого построена целая подсистема внутри платформы, которая позволяет и обмениваться с 1С или другими конфигурациями учетных торговых систем, с CRM и, опять же, другими ERP-системами. У нас есть настроенная, уже встроенная интеграция с Bittrex24, как CRM, с телефонией, с точки зрения общения с посетителями сайта. И большое количество уже готовых интеграций с различными обеспечивающими службами, такими как платежные системы, такие как службы доставки, Яндекс.Маркет, какие-либо другие торговые площадки, в частности, например, eBay и так далее. Вот это, если обозревать сверху, так сказать, платформу, мы увидим довольно много блоков и важных функциональных возможностей, которые уже доступны в платформе. Но поскольку это все внутренности, их там много, они местами сложные, объемные, но позволяющие вам максимально эффективно использовать сайт, хочется, чтобы начинать можно было гораздо быстрее, не погружаясь глубоко в технологии, потому что начать хочется максимально быстро. Хочется, чтобы интернет-магазин заработал буквально сразу, и сегодня мы с вами увидим, как это можно сделать буквально за несколько часов для того, чтобы уже начать привлекать на свой сайт посетителей с помощью тех или иных технологий рекламных. Можно там контекст уже запускать буквально на следующий день и начинать продавать. Поэтому мы стараемся выпускать максимально готовое решение, которое на первом этапе решает основные задачи, которые стоят перед интернет-магазином. Собственно, сайт с подразделами, даже демо-контент, который позволяет вообще сориентироваться, куда что добавлять и как это все будет выглядеть, интеграции с внешними системами, включая 1С, разные совершенно варианты дизайна, если использовать готовые решения из маркетплейса, там выбор огромен с точки зрения оформления, тематик и так далее. Ну и какие-то вещи, связанные с навигацией по сайту, о которых мы сегодня с вами, безусловно, поговорим. Естественно, у нас с вами речь идет об адаптивном готовом интернет-магазине, и я сегодня буду показывать вам все на примере нашего готового интернет-магазина, который доступен вместе с лицензией, мы его поставим совершенно бесплатно. Он будет одинаково хорошо отображаться на разных видах устройств, и в целом в платформе даже есть возможность выпуска мобильных приложений. Там это тема, на самом деле, отдельного вебинара, и у нас есть вебинары на тему выпуска и производства мобильных приложений, какие возможности для интернет-магазинов можно сделать с помощью мобильного приложения. Это отдельный вебинар, отдельная тема. Довольно-таки большая и емкая. Если вас это действительно заинтересует, и вы считаете, что для вашего бизнеса и для ваших клиентов будет важно и удобно использовать мобильное приложение, то рекомендую вам в списке наших прошедших вебинаров найти просто вебинар, посвященный этому, и ознакомиться с ним. Он довольно детально рассказывает о том, что это такое, как это работает и насколько это действительно просто и быстро можно сделать. Дальше у меня идут еще слайды, которые показывают о том, собственно, что мы можем представить и как управлять, и какие возможности по управлению товарами и вообще контентом интернет-магазина. Но я на этом моменте хочу прерваться и перейти к живой демонстрации, потому что это, наверное, самое интересное вебинарах. С чего мы начнем? Нам нужно откуда-то взять, собственно говоря, платформу, откуда-то взять Bittrex и, собственно, его где-то развернуть. Большинство сайтов, как вы знаете, разворачивается на хостингах. То есть это для того, чтобы запустить общий сайт, нужно зарегистрировать себе доменное имя, нужно найти себе хостинг, можно это сделать обычно в одном месте. и, собственно, в этом месте установить, то есть на хостинге установить Bittrex. Для того, чтобы вообще найти хостинг и понять, где и что происходит, чтобы определиться, как выйти, выбрать и найти хостера, мы сделали такой раздел на нашем сайте. У нас в разделе «Партнеры» есть раздел «Хостинг». И здесь вы увидите список хостинг-партнеров нашей компании, которые предоставляют различные виды хостинговых услуг. Здесь есть сравнительные таблицы по ценам, по тарифам, которые они предоставляют. И вот эти хостинг-провайдеры в большинстве своем обеспечивают предустановку платформы 1S Bittrex при покупке у них хостинга. Это означает, что вам достаточно с ними, собственно, заключить договор, оплатить им определенный тариф, и Bittrex уже там будет предустановлен, или его можно будет установить буквально в один клик. Ну, и поскольку это так уж прям совсем просто, я эту процедуру не показываю. На самом деле, действительно элементарно, и любой хостинг-провайдер вам поможет справиться с этой задачей, если вы просто обратитесь в службу поддержки или в службу поработать с клиентами, я хочу показать несколько другой способ, который чуточку сложнее, но тоже крайне любопытен. Как, например, запустить сайт и начать с ним полноценно работать, настраивать его, взаимодействовать с ним, учиться обращаться без хостинга и без даже первичных затрат на, собственно, даже хостинг. Это можно сделать на своем обычном компьютере, вот как сейчас у меня есть MacBook Pro, с которого я введу этот вебинар. Именно его я буду использовать в качестве сервера для того, чтобы запустить интернет-проект на платформе Bittrex. Для этого мне понадобится такая штука, как виртуальная машина. И в разделе «Продукты» есть пункт «Виртуальная машина», и если вы в нее перейдете, вы увидите, собственно, возможность скачать виртуальную машину. Что есть виртуальная машина? Виртуальная машина – это, скажем так, виртуальный сервер, который, по сути, внутри любого компьютера создает среду для работы интернет-проектов, аналогичную хостингу. И это будут максимально близкие условия к боевым, так скажем, то есть установив себя виртуальным машинам, вы получите практически стопроцентное соответствие тому, что будет в итоге на хостинге. И это очень полезно. Также есть способы установки платформы Bittrex, и еще проще. Можно вот в разделе «Скачать», выбрать «Управление сайтом», и для Windows-компьютеров скачать вот этот вот экзешничек, который запустится и установится прямо на вашем компьютере под управлением Windows, это только работает, и будет работать прекрасно Bittrex. И вот в таком формате это там самый простой. В течение 30 дней это будет работать. Но поскольку у меня Mac, мне приходится идти чуть более сложным путем, но я считаю, что он любопытен и гораздо более интересен, нежели чем установка веб-окружения. Ну что нам нужно? Нам нужна будет виртуальная машина для VirtualBox. VirtualBox – это среда виртуализации, которая совершенно бесплатна. Сейчас она принадлежит компании Oracle. И просто вбив VirtualBox в поисковой строке Google, вы найдете в первом же сайте ссылку на скачивание последнего дистрибутива программы. Вот так выглядит VirtualBox вживую. Сейчас я вот это уберу. Вот, собственно, менеджер виртуальных машин. Вот здесь вот перечислены виртуальные машины, которые у меня сейчас есть. Это разнообразные виртуальные машины. И для того, чтобы запустить новую виртуальную машину, то есть новый сайт я решил с вами сделать сегодня и буду, собственно говоря, это реализовывать прямо при вас, мне нужно скачать вот этот файлик. Файлик весит примерно 700 мегабайт. Это скачка его, скачивание занимает, ну, минут в моем интернете, минут 5-7, но для того, чтобы не тратить ваше время, я, естественно, скачал его заранее и прямо сейчас при вас скачивать не буду. Как, собственно, что делать с этим файлом? Все очень просто. Вы получите архивчик, который надо распаковать, и в итоге вы увидите вот такой вот файлик. Вот он в mbitrix.7 с каким-то непонятным разрешением OVA. Этого достаточно для того, чтобы запустить виртуальную машину. Как сделаем? Идем в файл, импорт конфигураций. Поскольку наша виртуальная машина максимально готова, мы будем ее использовать, и это очень легко. Вот на рабочем столе в импорте выбираю этот файлик и, собственно, жму «Продолжить». Собственно, есть некоторые параметры будущего виртуального компьютера. Поскольку у меня четырехъядерный процессор, под работу сайта я выделю два ядра, и это позволит мне работать чуть более комфортно и будет работать побыстрее. Ну и вместо 512 мегабайт я дам 1 гигабайт оперативной памяти, что, опять же, несколько ускорит работу виртуального компьютера. В таких настройках будет работать комфортнее. Если ваш компьютер позволяет, я рекомендую здесь эти данные чуть-чуть улучшить. Нажимаем «Импорт». Система начинает... Собственно, это занимает около минуты. Импортировать, по сути, создавать виртуальный компьютер, и делается это как за считанные секунды. В дальнейшем нам потребуется еще одна небольшая настройка, но очень важная. Без нее вообще может ничего не заработать. Это настройка сетевой карты. Итак, вот у меня виртуальная машина новая создана. Если я перейду в настройки, я могу изменить ее имя. Мы сейчас ее назовем «Вебинар», чтобы не путать с другими машинами. И в закладочке «Сеть» необходимо выбрать сетевой мост. Сетевой мост и тип этого подключения виртуальной машины работают для большинства случаев. Для большинства случаев, когда ваш компьютер подключен к интернету каким-либо способом. Это может быть Wi-Fi, это может быть проводок, не суть важна. Сетевой мост будет работать в большинстве случаев. Если по каким-то причинам он не заработал, попробуйте другие типы подключения в режиме, так сказать, методом научного тыка попробовать несколько, только в одном из них точно заработает. Собственно, сохранили, и нам остается только запустить виртуальную машину. Дважды кликнув, я, собственно, получаю вот такое окошко, и это, по сути, экран моего будущего сервера. То есть моего виртуального сервера. Здесь я увижу все процессы запуска сервера. Там внутри операционная система Linux, CentOS, которая, собственно, выполняет все функции сервера. Собственно, все, запуск сервера произошел. Вот эта картинка, которую вы сейчас видите, сообщает о том, что сервер успешно запущен, и достучаться к нему можно вот по этому IP-адресу. Его надо запомнить или себе записать, но он всегда будет доступен в этом интерфейсе, вы всегда сможете его здесь увидеть. Он, собственно, довольно простой. 192, 168, 1898. Набрав его в браузере, мы получим веб-доступ к, собственно, нашему будущему сайту. И, как вы видите, нас сайт сразу же встречает мастером установки платформы 1SBitrix или Bitrix24. Поскольку у нас новая установка, я выберу соответствующий пункт. Я выберу редакцию, которую мне нужно установить. Естественно, выберу демонстрационную версию, поскольку мы с вами только начинаем ознакомливаться. Но если у вас есть уже лицензионный ключ, его можно здесь указать. Ну и в дальнейшем пункт «Загрузить» по сути начнет загрузку платформы с нашего сервера. Это будет загружаться дистрибутив. Это занимает несколько минут, поэтому мы не будем следить за этой процедурой, а лучше порассуждаем с вами немножко про то, какие еще возможности есть у платформы. И вообще пройдемся буквально по основным возможностям управлением каталогом. У нас с вами, безусловно, в работе с каталогом должно быть большое количество вариаций по его изменению, введению и так далее. Поэтому мы прекрасно понимаем, что товары бывают разными, описания разными, по-разному товары продаются, представляются и так далее. И поэтому, конечно, должно быть много возможностей управления. В частности, вы можете хранить различные виды цен. Для редакции бизнеса это применимо, если у вас в системе разные пользователи, работая с разными так называемыми колонками прайс-листа, разные покупатели по разным ценам обслуживаются, и это нельзя формализовать в виде простой скидки. То есть, допустим, для одной группы пользователей просто скидка 10%, но бывает, что так неприменимо. И поэтому нужно хранить для каждого товара несколько видов цен. Это могут быть розничные, опытовые, дилерские, специальные и так далее. И редакция бизнеса позволяет такие вещи делать. Разные единицы измерения. Безусловно, та же самая история. Если у вас кто-то торгует штуками, кто-то метрами, кто-то литрами, кто-то килограммами, и, конечно, система поддерживает совершенно разные единицы измерения товара для того, чтобы реализовывать разнообразные товары. При этом есть даже система автоматического пересчета. То есть вы приходовать на склад можете в тоннах, а продавать в граммах. И это будет корректно учитываться по наличию товаров. Конечно же, поддержка торговых предложений. Когда я говорю о торговых предложениях, я имею в виду SQ или характеристики, как это называется в 1С. Это когда у вас есть один товар. По сути, для покупателя это один товар, но у нее есть различные характеристики, которые могут влиять на его стоимость или внешний вид. Для одежды это, например, одна и та же футболка, может быть разных цветов и размеров. Для мебели это, может быть, одна и та же модель стола, но она идет в разных размерах и разных цветах. Ну и так далее. То есть для покупателя это один товар, и он понятен. Он ищет, например, себе стол для конференции, для конференц-зала. Но он бывает разных цветов. И он выбирает себе цвет в процессе покупки. И, конечно, система такие вещи поддерживает. И, конечно же, различные вариации с наборами. Вот здесь на скриншоте, сейчас давайте сделаем его покрупнее, видно, что к товару могут быть предложены наборы. То есть это способы повышения среднего чека. Тем самым, то есть таким образом мы при выборе товара предлагаем сразу докупить к нему еще что-то, собрать так называемый набор, чтобы получить на него еще более выгодную цену. Таким образом мы продаем больше товаров и, собственно говоря, повышая средний чек интернет-магазина. Это один из инструментов интересных. Ну и, конечно, различные способы генерации. Об этом мы еще обязательно поговорим. Так, ну что же, у нас проект дистрибутив скачался и начал разворачиваться. Оп, 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 сейчас вижу вопросики. Как раз хорошее время, пока я принимаю лицензионные соглашения. Раснимали лицензионные соглашения, надо прочитать. Я его уже несколько раз читал, поэтому пропускаю этот вопрос быстро. Посмотрим на вопросики, пока происходит установка. Так, 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 так. Могу ли я использовать купленный ключ, который уже активирован на рабочем сайте внутри виртуальной машины для тонкой настройки разных тестов перед внесением и справлением на сайт? Да, Леонид, можете. Каждый лицензионный ключ позволяет иметь одну установку для так называемых тестов и разработки. Вы действительно можете запустить виртуальную машину с тем же самым ключом. Отмечу, что в настройках главного модуля появилась специальная галочка, в которой можно указать, что это установка для разработки. В таком случае будет работать наиболее корректно, если вы поставите эту галочку. Можно ли установить Bittrex на Denver? Илья, да, если вы знаете, что такое Denver и умеете с ним обращаться, Bittrex, конечно, можно на нем установить. Важно, чтобы в Denver все, что... Ну, все ПО, которое внутри стоит, соответствовало минимальным требованиям платформы. То есть в идеале, чтобы это был PHP 7 и MySQL 5 и выше. Можно ли при указанной ранее Windows установке запустить два разных сайта редакции бизнес на локальном ПК? Два разных сайта, наверное, речь идет... Если в сайтах на одной платформе, там при Windows установке это, конечно же, возможно. И у нас где-то в инструкциях, я помню, что было описание. Если вы откроете сайт dev.1sbittrex.ru или просто на основном сайте 1sbittrex перейдете в раздел для клиентов, помощь и найдете соответствующий курс по установке и настройке, там будет описание, как на Windows окружение запустить два разных сайта. Но это, сразу скажу, не очень тривиальная задача. То есть я вот так вот сходу даже вам не смогу продемонстрировать. Это надо тоже заглядывать в инструкцию и смотреть. Довольно редкий сценарий, к сожалению, не очень хорошо мне известен. Нам, безусловно, нужно в процессе установки ввести данные о себе. В данном случае речь идет о администраторе сайта. Главный администратор, пользователь с идентификатором 1, который будет самым-самым главным. e-mail, логин и пароль для того, чтобы в дальнейшем мы могли сайтом управлять. И это очень важно запомнить и сохранить себе эти данные. Хотя имея полный доступ к серверу, конечно, можно их восстановить. Собственно, следующий шаг – это решение для установки. Я буду выбирать стандартный интернет-магазин 1S Bittrex. Но если вы хотите установить какое-то другое решение, то можно перейти в блок «Загрузить из Marketplace» и выбрать там готовые интернет-магазины, которых там сотни, и, собственно, установить. Особенно если у вас уже заранее ключ приобретен с привязанным решением, когда вы в Marketplace покупаете какое-то решение вместе с редакцией 1S Bittrex, то это решение сразу же привязывается. Тогда этот пункт «Загрузить в Marketplace» для вас. Система определит, какое решение привязано к вашему ключу и, собственно, предложит его загрузить сразу же. Многие решения можно попробовать или посмотреть. Для этого можно перейти. Здесь у нас шаблон 1, и есть несколько вариантов цветовых схем. Можно выбрать красный, черный, ну и так далее. Это тот, который вам так или иначе больше нравится. Это влияет на различные цвета внутри системы, как будет выглядеть ваш интернет-магазин. Возьмем на сегодня красный. И несколько данных о самом магазине, которые необходимо указать на старте. Это, конечно же, название. И вот здесь обращу ваше внимание на разные логотипы. Их здесь видите два. Почему два? Потому что в последнее время стали появляться устройства с резиноэкраном. Ну, то есть с экраном высокого разрешения, как iPhone, ну и Android сейчас тоже, естественно, есть с высоким разрешением и так далее. Так вот, чтобы логотипы и графические элементы вашего сайта хорошо смотрелись на такого рода экранах, нужно загружать картинки большего размера. Это для обычных экранов. Здесь указан размер в пикселях. Это для ретиноустройств, то есть для экрана с большим разрешением. И то же самое касается инвертированных логотипов. Это для мобильных устройств используется. Тоже с двумя видами размеров. Ну, понятно, телефоны. Здесь я не буду уже останавливаться, как заполнять эти вещи. Я думаю, вы разберете сами, какие слова там необходимо указать. Следующий настрой – использование складского учета. Сейчас я пока его не буду использовать. Это упростить несколько демонстрацию. Но если вы планируете ввести складской учет именно на сайте, оговорюсь, что складской учет внутри платформы – это система, опять же, для начинающих интернет-магазинов. Мы не претендуем на звание учетной системы. Безусловно, реализовали очень простые сценарии работы с складом. Для начинающих интернет-магазинов, где небольшой поток заказов и товаров, это будет применимо. Если вы сразу планируете сотни товаров и большое количество заказов, конечно, я буду рекомендовать вам использовать профессиональную учетную систему. Для начинающих магазинов можно использовать складской учет, но, опять же, даже выключение галочки «Складской учет» все равно будет показывать остатки, так что для меня сейчас проще будет демонстрировать без него. Ну, собственно, основные реквизиты, да, то есть где находится магазин. У нас есть несколько локализаций основных стран, которые мы поддерживаем прямо из коробки. Данные по заказам. И в данном случае я сейчас укажу свой e-mail для того, чтобы получать туда информацию о заказах, которые будут приходить. и реквизиты для того, чтобы можно было выставлять счета, в том числе в бумажном виде для юрлистов, например. Печать фирмы можно сюда также загрузить на прозрачном фоне для того, чтобы она автоматически подставлялась в документы, которые будут печататься с сайта. В случае, если вы будете работать с юридическими лицами, это очень полезно. Ну, опять же, типы платильщиков. У нас их в стране два. Можем оставить оба или выбрать только физлицы, если вы работаете с физлицами. Несколько вариантов встроенных служб оплаты и доставки. Ну, это как бы стандартные вещи. Я, например, наложенный плачёж не хочу использовать. И устаревшую татанцию Сбербанка тоже. Оно наличное и безналичное понятно. Карты будут автоматически подключены и без выбора. Способы доставки тоже ясно. Можно указывать встроенные способы доставки. Это ваш курьер, это возможность самовывоза. Можно взять расчёт стоимости доставки от почты России. Есть два варианта. Либо на основе табличных данных, которые загрузятся в систему, либо на основе данных сервера почты России. У них есть API, который позволяет на лету рассчитывать стоимость доставки. Но, опять же, местоположение клиентов, то есть клиентов магазина, которые надо загружать. Если вы работаете в России, то достаточно загрузить вот Россию, СНГ, страны и города. Да, все будут записаны для определения местоположения, для подсказки местоположения пользователей и дальнейшего расчёта стоимости доставки. Собственно, сейчас происходят очень краткие настройки. Посмотрю на вопросики. Нового пока ничего нет. По сути, сейчас идёт наполнение базы данных стандартными товарами, чтобы мы могли с вами работать с каталогом более наглядно, чтобы у нас был с вами не пустой интернет-магазин, а наполненный какими-то товарами интернет-магазин, и мы смогли с этим как-то работать. Пока происходит настройка, вернёмся сюда. Я хотел ещё сказать о том, что в процессе работы с каталогом возникает довольно много разнообразных задач, и очень часто на старте нету никакого исходника каталога, который можно было бы откуда-то загрузить и прямо уже начать торговать. Поэтому иногда требуется довольно интересное решение. Одно из таких решений – это генератор SKU, и я его обязательно вам продемонстрирую, который сокращает время генерации каталога, когда нужно создать сразу там, грубо говоря, для системы же и для складского учёта, грубо говоря, майка в пяти цветах и пяти размерах – это 25 товаров, и чтобы руками не заводить все эти 25 товаров, можно использовать генератор, который, собственно говоря, из 25 товаров создаст как один. То есть вы создаёте один товар, а в результате получаете их 25. Есть такой генератор, который помогает эту процедуру упрощать при ручном создании каталога. Ну и, конечно же, мы предусматриваем различные варианты разного управления каталогом. В частности, мы понимаем, что, например, масштабное изменение цен в каталоге, потому что вы решили цену поднять или, наоборот, опустить во всём своём магазине, обнаружили, что маржинальность у вас настолько хорошая, что вы можете начать конкурировать ещё активнее и понизить цену решили. Или, наоборот, маржинальность вашего магазина слишком маленькая, или, например, по каким-то причинам зашла в отрицательные параметры, да и вам нужно поднять цены во всём интернет-магазине на какую-то величину или в разделе интернет-магазина. Для этого появилась такая штука, как массовая обработка цен. Вы можете запускать такой скрипт, который по определённым правилам изменит все цены внутри вашего интернет-магазина. Ну что ж, возвращаемся к установке. Установка продукта завершена, и, нажав кнопку «Перейти на сайт», мы, собственно, попадаем на наш с вами будущий сайт. В соответствии с тем выбором, который был сделан при установке, он у нас красный, мы уже авторизованы, я вот авторизована как администратор, ну и, собственно, магазин готов. С этого момента можно начинать продавать. Ну, единственная проблема, у нас пока товары здесь типовые, но, с другой стороны, если вы торгуете такой одеждой, почему бы сразу не начать? Шучу, конечно. Рекламный баннер нам здесь сейчас не нужен, но он показывается только админу, не переживайте, ваш пользователь его не увидит. Ну, у нас с вами готов интернет-магазин с полной структурой, с каталогом демонстрационным, по которому можно, собственно, ориентироваться, походить, посмотреть, как происходит, например, фильтрация элементов, как вот этот параметрический фильтр подстраивается под тот раздел, в котором, собственно, он находится. Вот мы сейчас увидим, что у нас здесь под талетом у меня только одни за 899 рублей, и цвет, соответственно, выбор только один, а вот размеры есть разные. Если я перейду в другой раздел, например, штанов, этот фильтр резко поменяется, и, собственно говоря, будет уже показывать другие размеры, потому что одежда другая, другие цвета, другие наборы вот этих свойств, из чего сделано и так далее. Также отмечу, что появилась такая вещь, как, например, лидеры продаж, которая пока очень призрачно, поскольку магазин совсем свежий, подбирает сюда случайным образом товары, так и, например, персональные рекомендации, которые уже прямо сразу считают, что вот мне нужно покупать штаны. Догадываюсь, что это происходит из-за того, что я периодически эти штаны показываю в качестве демонстрации клиентам, и поэтому мне персональные рекомендации рекомендуют штаны. Так, вот, кстати, вопрос. В качестве параметров подбора могут ли фигурировать дополнительные реквизиты 1С? Конечно, могут. Это все свойства товаров в каталоге, и вы сами определяете, какие свойства попадают в фильтр, а какие нет. Это мы с вами обязательно увидим в процессе работы с магазином. Ну, для того, чтобы нам с вами пойти немножко дальше и разбираться, как что дальше настраивать, я предлагаю нам быстренько сделать какой-нибудь заказик и взять вот эти штаны, купить их, оформить заказ. Я как администратор, к сожалению, здесь буду уже практически заполнен, да, ведь система мне предупреждает, что я вообще уже был в магазине, я зарегистрирован, но данных обо мне немного. Местоположение для Москва... Давайте... Укажу адрес... Так, стоп, секундочку. Да, Москва. Так, индекс, да, доставка, пусть пока будет самовывоз, оплата, допустим, банковской картой, и, собственно говоря, мой... будет адрес, вот здесь надо указывать адрес. Оформляем. Заказ у нас есть, он нам понадобится, в дальнейшем будем с ним работать. Есть кнопка перехода на оплатить, и мы, соответственно, сможем... Ну, ваш клиент сможет перейти к оплате с помощью Яндекс.Кассы. Видите, она уже настроена, ну, в смысле, она подключена, но, конечно же, не настроена, и мы с вами перейдем к настройке. Заказик нам нужен на всякий случай, чтобы мы могли с ним поработать. Переходим в административную часть. Вот, собственно говоря, у нас есть закладка администрирования, в которой основные работы с сайтом у нас будут происходить. Так, Артур говорит, извините, а по залу будет ли запись? Да, Артур, конечно, запись будет. Она уже идет. Итак, чем нас встречает административная часть? Административная часть – это то, с чем мы будем работать на сегодняшнем вебинаре. Довольно много и плотно, потому что, ну, начинающий магазин, ну, без этого никак. Если в дальнейшем вы сможете многие вещи делать, не заходя сюда, а делать прямо поверх сайта, то при настройке основных первичных настроек без админки никак, и мы с вами должны к ней привыкнуть и разобраться в некоторых ее фишках для упрощения дальнейшей работы. Эти фишки, конечно, буду показывать. Чем встречает админка? Первый раз она встречает с рабочим столом. Этот рабочий стол – это настраиваемая область, и вы можете ее настроить под себя таким образом, что добавить сюда те окошки, которые вам кажутся наиболее полезными. В частности, здесь есть некоторые баннеры, которые помогают вам не забыть про очень интересные функции нашей платформы, такие, как сканер безопасности, например, для того, чтобы следить за безопасностью вашего сайта, монитор производительности для того, чтобы вообще разбираться и понимать, как быстро или как медленно работает интернет-магазин, и почему это так происходит. Например, мониторинг интернет-магазина. Вот здесь есть такой баннер «Следите за магазином в любой точке мира». И это ссылка на установку мобильного приложения, которое может быть установлено в вашем магазине, и, соответственно, поможет вам управлять некоторыми вещами интернет-магазина прямо с мобильного устройства, и самое главное – получать уведомления о том, что с магазином что-то не так. Наша система мониторинга будет проверять ваш сайт на работоспособность постоянно, и если вдруг ваш сайт перестанет работать, мы об этом сочим в мобильное приложение, ну или на электронную почту, если вы, соответственно, ее укажете и включите соответствующий мониторинг. А также здесь некоторые вещи, связанные с продажами, то есть по статистике посещаемости, если редакция бизнеса включена, режим внутренней аналитики, по заказам и по графикам продаж. Опять же, если это редакция с интернет-магазином, то эти данные здесь могут быть представлены. Ну и вы можете также выбрать какие-то другие блоки, которые по тем или иным причинам вам покажутся важными. Ну, например, можно сюда вывести блок с какими-то контентными данными. Вот, например, у нас есть новости магазина, которые почему бы не показывать здесь, я могу добавить такой блок с новостями. У меня будут выводиться сюда все элементы новостей магазина для того, чтобы просто быть там в курсе, что у нас последнее. Например, заходя в админку, увидишь, что черт побери, этой новости сто лет, пора уже написать новую. Ну или наоборот, следить за тем, что происходит. Так, 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 график продажам только в бизнес-версии нет, график продажам будет и в малом бизнесе, ну, в любой, где есть магазин. Так, Артур спрашивает про запись. Артур, да, мы вышли на e-mail, с которым вы зарегистрировали, ссылку на запись обязательно. Так, вот спрашивают на рабочем столе справа вверху информация о сайте. Вот об этом блоке нужно ли его заполнять. Ну, на самом деле нет, конечно, это не обязательно. Мы рекомендуем нашим партнерам, которые разрабатывают сайт для наших клиентов, вот здесь указывать данные о себе, чтобы клиент, который в итоге владелец интернет-магазина, не потерял контактные данные партнера, который вел разработку или настройку интернет-магазина и в дальнейшем мог с ним связаться. Мы стараемся здесь это указывать. На самом деле данные совершенно не обязательно и носят чистый информационный характер для удобства вам, если много людей работает с сайтом, и здесь были, например, контактные данные администратора или еще что-то такое, что может быть полезно для других пользователей системы. Если вы один занимаетесь, то, конечно, эти данные в образе не нужны, вы их и так знаете. Этих рабочих столов можно создавать несколько. Для того, чтобы было удобно, разные наборы этих рабочих столов составлять. Можно добавлять новый рабочий стол, настраивать различные соотношения сторон, то есть сколько блоков как помещается, как они друг с другом взаимодействуют. Все это можно устраивать. И также интересная вещь, которую сразу рекомендую для себя запомнить и в дальнейшем применять, это избранное. Вот у меня сейчас в избранном ничего нет, но это очень удобно для того, чтобы быстро передвигаться по наиболее популярным для вас местам админки, поскольку меню довольно большое и подпунктов тоже много, управлять ими, ну, бывает, ну, в смысле, ориентироваться у них бывает довольно сложно. А если вы, если у вас есть свой, ну, свои какие-то популярные страницы, имеет смысл их туда добавить. Как это делается? Делается очень просто. Ну, вот, например, популярный раздел «Путь конверсии». Вы за него хватаете и тянете в правую часть. Здесь выскакивает такая штука «Добавить в избранное», отпускаем, в избранное добавлено. Может быть, например, там, заказами, да, в избранное добавлено. Ну, и так, несколько других вариантов, которые могут вам понадобиться. Например, вот, управление новостями, можем добавить в избранное. Где же это избранное? Щелкнули «Рабочий стол» и вот наши избранные пункты, которые в дальнейшем мы в один клик отсюда переходим. То есть создать для себя такое меню здесь вполне себе возможно. Это будет удобно для такой быстрой навигации по основным разделам, которым вы чаще всего пользуетесь. Не обращайте внимания на то, что меня иногда притормаживает работа самого сайта. Это связано как раз с тем, что я использую все-таки не профессиональный компьютер, а свой рабочий ноутбук, который периодически начинает выполнять какие-то операции и тем самым не дает возможности моему серверу работать там в боевых условиях. То есть так, как будто это действительно очень быстро, так как это на настоящем сервере. Итак, мы с вами, собственно, посмотрели на это, посмотрели на избранное. И я считаю, что то, с чего должен начинаться любой интернет-магазин, это первичные настройки интернет-магазина и делается в разделе «Магазин настройки». Здесь куча пунктов. И, естественно, чтобы не запутаться в них, не забыть, что сделано, что не сделано, настроено, не настроено, мы сделали специальную штуку, которая называется «Мастер магазина». И это удобный чек-лист задач, которые необходимо выполнить по первичной настройке, запуску, повседневной работе, да и вообще обслуживанию интернет-магазина. Вот такой мастер, который показывает общий прогресс настроек. Видите, у меня 1%. Ну, мы в самом начале пути, и нам нужно двигаться в сторону, собственно говоря, 100%, то есть выполнения всех настроек. Первый пункт – настройки, из которых магазин вообще не сможет работать. И здесь нужно пройтись по первичным настройкам, по крайней мере, проверить их. Некоторые из них вам не придется менять, потому что заранее мы, в общем, подобрали максимально подходящие большинству магазинов настройки, но пройтись по ним и проверить их, я считаю, обязательно нужно. Как это делается? Мы выбираем какой-то из, собственно, пунктов, можно идти по порядку, и, например, используемые валюты. Переходим в соответствующий пункт, используемые валюты, видим, что используется рубль, есть еще занесены несколько валют, для них даже занесены какие-то курсы, но нам важно понять, что если мы работаем и торгуем в рублях, а законодательство Российской Федерации этого требует, то, собственно, валюта должна быть с курсом 1, и, собственно, по умолчанию это должна быть базовая валюта. Если все соответствует действительности, обычно так оно и соответствует, мы, в общем, смело нажимаем, что задание выполнено, и возвращаемся в мастер настройки. Здесь мы увидим, что этот пункт пройден, даже изменилась шкала, и, собственно говоря, двигаемся по этому мастеру дальше. Единицы измерений. По умолчанию стоит штука, и, да, действительно, большинство интернет-магазинов торгует в штуках, если это так, оставляете эту единицу измерения по умолчанию, если нет, соответственно, можно пойти в какую-то другую единицу измерения и поставить галочку «Единица измерения по умолчанию». Я этого делать не буду, все-таки одежда продается в штуках, и менять сейчас это в системе не нужно. Опять же, отмечаю, что задание выполнено, и возвращаюсь в мастер настройки. Типы плательщиков. Ну, собственно говоря, это те типы плательщиков, которые были созданы на этапе установки. Мы с вами выбирали, какие типы плательщиков, но здесь можно поговорить об их тонкой настройке. Возможно, вам нужно что-то изменить, возможно, изменить привязку к сайту или как-то по-другому сделать сортировку. Соответственно, вы можете здесь эти данные зайти, проверить и убедиться, что с типами плательщиков все в порядке. Опять же, нажимаем «Выполнено» и так далее. Возвращаемся в мастер. Ну и на следующем пункте, собственно говоря, статуса заказов, это тот пункт, который чаще всего подлежит модификации прямо сразу. То есть обычно стандартных статусов заказов, вот их три штуки, не хватает. То есть что у нас здесь есть? У нас здесь принято, ожидается оплата, оплачен, формируется от отправки и выполнен. Чаще всего владельцы интернет-магазинов хотят добавлять новые какие-то статусы. И вот как это правильно сделать? Ну, прежде всего, конечно, можно делать любые… Ну, то есть вы можете добавить, а просто создать новый статус. На самом деле здесь довольно просто все делается, и очень мало полей. Вы можете запросто определять, как что… Ну, в смысле, запросто заполнить самостоятельно. Но если по каким-то причинам вы что-то не поняли, не разобрались, и это общий принцип системы, можно спросить помощь. А в случае, если вы работаете с мастером, у нас с вами есть вот такая волшебная кнопка, которая называется «Документация», и она всегда у вас тут будет присутствовать. Можете на нее кликнуть, и в таком вот всплывающем окошке откроется подсказка. И здесь, например, есть ссылка, например, «Создание статуса». Это ссылка на учебный курс. Учебный курс администратора категории «Бизнес», то есть для тех, кто занимается интернет-магазином. Здесь вы даже, видите, есть живой консультант, который может подсказать и помочь. Здесь, собственно говоря, детально описано, что такое статусы, как его создавать, какие есть детали, как управлять автоматическим изменением, как формировать доступ к этому статусу, кто может его менять или переводить в этот статус, кто может из этого статуса переводить и так далее. То есть вариантов здесь довольно много по тому, как, собственно говоря, с этим работать. То есть как настроить статусы в интернет-магазине. Так, вот, собственно говоря, опять же, все курсы, они перелинкованы, да, и вот здесь есть перелинковка в описании, как создавать статус заказа и что означают те или иные поля. Допустим, мы с вами статус какой-то создали новый, и, соответственно, опять же, убеждаемся, что статусы у нас сейчас устраивают, и отмечаем, что задание, данное, выполнено. Возвращаясь к мастеру, идем дальше. Вот есть целый ряд еще дополнительных пунктов, которые вы, возможно, захотите пройти по, грубо говоря, по работе с первичными основными настройками. Да, но я прямо на всех останавливаться сейчас не буду. Опять же, мне задача объяснить вам основной принцип и показать наиболее сложные или наиболее интересные функции настройки. Уверен, что с этими вы справитесь и без меня, воспользовавшись документацией или просто по наинтию, потому что многие вещи, на самом деле, очень простые по факту, и местами просто кажется сложным. Но нам с вами нужно поговорить о товарах, о том, чтобы добавить новые товары в интернет-магазин. Так, я вижу, что появился вопрос, где можно подробнее ознакомиться с передачей статусов заказов в 1СУТ. В 1СУТ. Давайте, наверное, сразу для всех отвечу на вопрос касательно интеграции с 1С. Дело в том, что в рамках сегодняшнего вебинара я физически не смогу вам интеграцию с 1С показать детально и рассказать обо всех ее возможностях и так далее, потому что это отдельная большая тема, и потому что я в ней не эксперт. Для того, чтобы вообще понять и разобраться с вот этой частью настроек интернет-магазина я порекомендую вам перейти на наш сайт, и сейчас прям покажу, как это делается, потому что это одна из самых популярных тем вообще в настройке интернет-магазина. В разделе «Мероприятия», раздел «Вебинары», в котором вы регистрировались и в дальнейшем сможете найти наш сегодняшний вебинар и его запись, можно перейти в раздел «Вебинары» и выбрать «Архив». И здесь в архиве отметить, например, интернет-магазин и увидите здесь все вебинары, прошедшие по теме интернет-магазина. Ну и вот, собственно говоря, ближайший вебинар совсем недавний, буквально 10 дней назад был по интеграции с 1С. И, конечно же, у этого вебинара есть видеозапись, в которой мои коллеги, это Юра Волошин, Женя и Саша Денисюк, которые, собственно говоря, детально, очень конкретно и с прекрасными примерами вживую показывают, как работает интеграция с 1С, как ее настраивать, какие возможности есть, в том числе по обмену статусом, по обмену товарами, по обмену клиентами и так далее. Очень детально, и это мастер-класс, по основным сценариям работы с 1С и с интеграцией. Как вы видите, здесь целых полтора, а то, наверное, даже и больше времени они показывают эту тему отдельного вебинара, поэтому сегодня, к сожалению, вот про 1С мы говорить не будем. Но если что, записи есть, пожалуйста, или там следующий вебинар обязательно будет, я думаю, в июле. Касательно интеграции с 1С. Итак, мы с вами будем говорить про ввод товаров, в том числе вручную, потому что это один из действующих сценариев, и иногда нужно отредактировать или завести новый товар действительно руками, без каких-то автоматизированных систем. И нажав, собственно, на мастере кнопку «Ввод товаров вручную», мы попадаем в магазин и в раздел «Каталога». У нас есть здесь список товаров, и вот, собственно, мы здесь видим список товаров. Хочу начать с вообще обсуждения того, что же это такое мы видим, и вообще как с этим управляться. Мы на самом деле видим табличную форму. Это так и называется у нас форма представления, или табличная форма представления данных. Она едина для очень многих разделов административной части. Вот она прям идентична и очень унифицирована. И общие принципы работы с ней, естественно, применяются в очень многих местах нашей административной панели. Как с ней работать и вообще какие возможности она нам предоставляет? Первое, наверное, и самое важное – это настройка отображения. Вот сейчас мы видим некие колонки. Есть строки – это каждый отдельный товар. Есть строки с разделами и какие-то колонки. На первый взгляд не очень понятно, зачем они нужны. Тип товара, ну ладно, понятно, название понятно. Активность. Ну, активность, собственно говоря, определяет, есть товар в каталоге или нет его в каталоге, то есть публикуется он на сайте или нет. Сортировка, даты последнего изменения этого элемента, айдишник, доступность, тоже, опять же, сам количество подписок. Ну, в общем, на первый взгляд, может быть, не очевидно, что здесь должны быть эти колонки. Так вот, настроить их для того, чтобы показывать здесь то, что вам кажется нужным сейчас, вполне себе можно. Нажимаем шестеренку, здесь есть кнопка «Настроить», и мы можем выбрать, какие колонки мы хотим видеть в этой табличной форме. Ну, в частности, айдишник, например, мне совершенно не нужен, я вообще за ним особо не слежу. Сортировка в каталоге ручная тоже редко нужна, поэтому я все это удаляю. В общем, даты изменения товара, ну, тоже не то, что нужно ежедневно. То есть иногда, конечно, нужно посмотреть на измененный товар или кто его когда последний раз менял. Но вот так, чтобы ежедневно ими пользоваться, нет, не нужно. Поэтому эти вещи я уберу. А что может понадобиться? Ну, например, бывает, что интересно видеть картинку. Да, можно вывести картинку для того, чтобы вообще первым взглядом понимать вообще, что там такое. Можно выводить какие-то вещи важные, например, артикул, по которому иногда происходит выборка товаров. Возможно, цвет или какое-то другое свойство, которое может понадобиться. Здесь целый огромный набор картинок, в смысле свойств, ну, в частности, розничная цена, которая мне может быть нужна. И я могу сохранить, в том числе, сохранить параметры по умолчанию, как сортировать этот список. Ну, вообще, сортировать по алфавиту, по названию, да, по возрастанию и сколько записей на странице. Можно сохранить для всех пользователей эту настройку по умолчанию. И таким образом мы получим с вами уже вот такую вот, совершенно другой вид этой формы. Опять же, вот, например, количество подписок тоже мне здесь не нужно. Таким образом мы, собственно, поменяли немножко данные и, собственно, видим другой подход к отображению. И вы можете это сделать в любой табличной форме, которую вы увидите в административной части. Это может касаться и товаров, и новостей, и каких-то других информационных вещей, которые вам, которые в административной части доступны. Вот вижу вопрос, как можно просто удалить все товары. Действительно, ну, как бы одна из самых там важных вещей – удалять к черту все тестовые товары, которые совершенно не нужны на этапе, собственно говоря, наполнения своими товарами. Ну, это довольно просто сделать. Здесь галочка «Для всех». И видите, что даже предупреждение, что это будет для всех товаров, вообще в всех элементах этого списка. Ну и, собственно, нажать крестик «Удалить». Все товары будут удалены без каких-либо следов. Собственно, вы больше здесь ничего не увидите. Также есть еще торговые предложения, которые вполне возможно у вас сохранятся после этой операции. Но на самом деле их тоже легко найти. Они будут у нас в разделе «Контент – торговые предложения». Там их тоже можно увидеть и также, собственно, удалить, и все, и ничего больше не останется. Какие есть возможности по фильтрации? То есть на самом деле вот товаров-то много. И еще одно свойство табличной формы – это поиск. Поиск по товару. На самом деле есть поиск по названию. Мы здесь можем набрать что-то, нажать и, собственно, найти все, что будет с этим буквосочетанием, которое мы здесь ввели. В строке поиска можно использовать различные вспомогательные символы. Если нажать здесь значок вопроса, то вы увидите из справки, какие можно символы использовать для различных сложных запросов поиска. Видите, можно вот такую конструкцию сделать, и тем самым найти всех Петров Ивановых, но не Сидоровых. То есть система будет… Здесь есть лексика определенной оператора, которую можно использовать в поле. Вот, например, самый часто используемый оператор – это знак процента, который означает ноли или более любых символов. То есть, грубо говоря, для того, чтобы найти проточному соответствию, там можно использовать этот символ. Также, на самом деле, здесь можно добавлять другие поля для поиска. В частности, вот здесь у нас есть плюсик и большое количество полей для поиска. Например, вывести все новинки. Выпускаем, нажимаем «Да» и ищем все товары, которые отмечены свойством новинка. Ну, в данном случае у нас товаров, вот их три штуки. Мы будем знать, что это только новинки. Более того, мы можем сохранить для себя этот фильтр, что, например, новинки, чтобы, если пользуемся им часто, нажимаем «Сохранить как», набираем новинки, делаем доступным всем пользователям административной части, и у нас появляется закладочка «Новинки». В дальнейшем мы можем, например, свернув фильтр буквально в один клик, переходить к этому фильтру, вот он будет сфильтровать у нас по новинкам. Или, соответственно, полностью сбрасывать его. Вот, собственно, основные свойства работы с табличной формой. Еще раз скажу, они применимы ко всем табличным формам, собственно, в платформе, в административной части. Где бы вы не увидели вот эту картинку с табличкой, знаете, что вы можете ее фильтровать, вы можете настраивать колонки для удобства работы. Также какие есть свойства групповой, например, работы. Если вам нужно несколько товаров изменить, вы можете выбрать галочками «Несколько товаров» и произвести с ними какие-либо действия. Ну, самое элементарное – нажать карандашик, и тогда те поля, которые сюда выведены, можно будет изменить в вот таком табличном режиме. То есть, например, взять и поменять везде артикулы. Тут вот какие-то иксы указаны, мы сейчас укажем правильные, ну, как бы правильные артикулы. На самом деле, можно сюда еще позагружать названия, поменять цены, поменять, установить и так далее. После сохранения все эти четыре элемента будут автоматически быстро сохранены, и, собственно, данные все применятся. Безусловно, можно поизвести другие групповые операции, например, все взять и деактивировать. То есть выбрали, что вот эти товары сейчас больше не должны быть доступны на вашем сайте, и деактивировать, перенести их в раздел или добавить привязку к разделу, поменять цены. Вот это, кстати, тот самый мастер, который позволяет глобально изменять цены в магазине либо для всех элементов, либо для определенных элементов. То есть я выбрал четыре элемента и могу для них применить изменение цен. В данном случае выбрать, какую цену, что с ней сделать, как изменить и, собственно говоря, как округлять в дальнейшем эти цены и так далее. Это вот принцип изменения группового редактирования товаров. В товарах будет доступно изменение цен, в других табличных свойствах, в табличных формах может быть недоступно изменение цен, потому что там нет цен. Дальше мы хотим поработать уже непосредственно с самим товаром. И если мы зайдем, мы попадем в форму редактирования. Это тоже наш внутренний термин, форма редактирования. Она тоже очень похожа для всей административной части и применима как к товарам, так и к другим информационным единицам системы. Поэтому здесь точно так же действуют определенные правила, единые для всей системы. Понятно, что у нас здесь есть набор полей, которые мы можем поменять или заполнить, если это новый товар. Ну, с этим, собственно, все просто. Я не буду особо здесь рассказывать, как вбивать буковки в поля. Расскажу о других интересных фишках. Во-первых, у нас есть с вами табы, то есть так называемые закладки, которых довольно много. И мы можем, например, сделать такую вещь. Можем взять и развернуть все табы сразу в одну простынку. Ведь они у нас перестали быть активными, и все вытянулись вот в такую длинную-длинную простыню. Кому-то бывает удобно таким образом работать. Вот такая кнопочка хитрая делает такую вещь. А также сама эта форма тоже может быть настроена. Если мы нажмем здесь шестеренку, мы узнаем, какие, во-первых, у нас вкладки будут доступны. И какие поля будут внутри этих вкладок доступны для редактирования. Есть некоторые поля, которые могут быть вообще ненужными для повседневной работы или для работы вообще. И вы таким образом можете взять и удалять какие-то поля из этой формы или добавлять поля. То есть если вы что-то удалите, то эти поля, они не удалятся физически, а удалятся только из формы представления. А это означает, что вы, собственно, сможете их в любой момент вернуть обратно, потому что сами поля, конечно же, не удалились. Собственно, вы можете переносить, да, например, взять и вот это вот удалить из разделов, удалить вообще эту закладку разделы и добавить управление разделом, в котором находится товар, в основную закладку товара. Самую первую я сейчас вот даже вот этот пунктик подниму повыше, чтобы он был нам доступен. Под названием пусть стоит. Опять же, можно сохранить данные для всех. Ну и как это будет выглядеть. Собственно, мы изменим форму, и вот у меня появилось название. И сразу же выбор раздела, в котором будет размещен этот товар. Он, может быть, здесь прям сразу использован. Можно, опять же, менять их положение и настраивать для себя эту форму так, как вам кажется правильным и удобным для работы с именно вашими товарами, именно вашим менеджером или вашим контент-менеджером для работы с товарами. Что ж, у нас есть целый ряд различных описаний. Есть такой вид визуального редактирования данных внутри с помощью, например, визуального редактора. И вот мы видим таким образом, как будет представлено детальное описание этого товара. Можем здесь вносить изменения и форматировать по различному текст. Да, я могу выделять, менять ему цвета, зачеркивать, делать жирным, ну и так далее. То есть всячески редактировать текст. Для профессиональных пользователей и редакторов, и контент-менеджеров сайта очень полезно переключение в режим, например, кода для того, чтобы смотреть, а что же в итоге получилось из-за того, что он тут в визуальном редакторе наделал, для того чтобы, возможно, какие-то вещи поправить, чтобы с версткой было все правильно и красиво. Есть даже режим сплит, так называемый, когда вы видите код и сразу видите текст одновременно, и можно менять, и в режиме реального времени будет видно, как меняются те или иные участки текста. Ну, большинство пользователей, конечно, работают вот в таком режиме визуальном, потому что это просто удобно, и этим действительно просто пользоваться для создания и описания текстов. И здесь же сейчас я бы несколько слов сказал о SEO-настройках. Это то, что, опять же, заявлено в теме, и очень важно понимать, как эта штука работает. Работая над товаром или над разделом с товарами, нужно невольно задумываться, нужно постоянно задумываться о том, собственно говоря, как же этот раздел будет работать на повышение популярности сайта. И, безусловно, как минимум должны быть соблюдены основные требования по SEO-оптимизации. Ну, какие это требования? Требования – это грамотно заполненные метатеги страницы для начала. То есть у нас есть метатег title, есть метатег keywords, есть метатег description, которые должны быть заполнены все индивидуально для каждого товара, для каждого раздела, для каждой страницы сайта. Так вот, чтобы не приходилось для всех сотен или иногда тысяч товаров индивидуальные написания все эти писать руками, что, в общем, довольно большие затраты по времени, мы разработали так называемый генератор SEO. Что он из себя представляет? Он представляет из себя единую настройку для всего раздела интернет-магазина. И вы можете, например, выбрать. Вот сейчас мы находимся в конкретном товаре, и мы видим, что настройки SEO наследуются. Видите, они недоступны для изменения. Пока не поставить галочку «изменить для этого элемента». Это означает, что эти данные наследуются от самого раздела. И мы видим, как будет выглядеть метатег title в действительности. Вот здесь вот жирненьким показано, как он будет создаваться. И здесь, собственно говоря, видно, по какому шаблону это происходит. Очень хорошо видно применение шаблона, ну вот, например, вот здесь. Здесь есть целых три-четыре переменных, которые... Вернее, одна и та же переменная вставляется четыре раза. Это, собственно говоря, шаблон keywords, да, ключевые слова, которые должны быть указаны в метатеге. И мы можем посмотреть, что вот, например, disname, да, это переменная, которая вставляет название товара. Вот они. Домашние тапочки, любимый спорт. И здесь дальше идет слово сочетания различных. Купить домашние тапочки, любимый спорт. Приобрести в различных цветах от дистрибьютора, бла-бла-бла. Здесь, короче, куча ключевых слов, которые вы считаете нужным. Но, как видите, переменная disname будет вставлять название. И на самом деле этот шаблон применим для всех товаров этого текущего моего каталога. То есть во всех товарах keywords будет вставляться название конкретного товара на каждой отдельной страничке. На самом деле, какие перемены можно использовать? Переменных целая куча. Если вы здесь нажмете три точки, вы увидите кучу различных переменок. В частности, вот у нас есть элемент, да, и вы можете сюда вставлять, например, что он спецпредложение, его артикул, производитель материал, из чего он сделан. Вы можете вставлять какие-то свойства, например, название текущего элемента или текст из анонса или описания. Или какие-то дополнительные. То есть вы можете прямо в самом товаре ввести поле ключевые слова и, собственно говоря, их вставлять сюда. Да, вот цвета можно вставлять и так далее. И таким образом мы, собственно говоря, будем формировать, в частности, видите, у меня вставился текстиль-полимер. Ну вот такой текстиль-полимер. Из чего состоят тапочки. Таким образом вы можете создавать либо уникальные, либо по шаблону созданные уникальные описания для ваших товаров. И они автоматом попадут в метатеги. То же самое касается, например, картинок. Дело в том, что у вас картинкам тоже вставляются различные текстовые описания, на которые обращает внимание поисковик при индексации сайта. Это вот альтернативный текст, это заголовок картинки. Он тоже может формироваться системой по какому-то шаблону, уникально для каждого товара и в том формате, в котором нужно. По сути, настраивается это один раз. Один раз настроив, вы это транслируете на весь каталог и получаете правильно настроенные, уникально настроенные за один раз данные для каждого товара. Опять же, если вдруг по каким-то этим настройкам возникают вопросы, то, что я не могу сейчас все примеры вам рассказать и раскрыть, всегда есть кнопка «Помощь», и всегда она находится в правом верхнем углу, нажав на которую мы получим подключение к нашей поддержке 24. И, собственно говоря, здесь можем найти статьи, которые помогут нам разобраться с конкретным местом административной части и конкретными настройками. Нужно перейти к торговым предложениям, и опять же, на уже созданном товаре это показывать проще всего. Как видите, здесь у нас появилась еще одна табличная форма, которая, опять же, по умолчанию может быть настроена не очень очевидно. Ну вот, например, у нас здесь есть пять тапочек «Любимый спорт», а чем они отличаются, не очень понятно. И для того, чтобы, собственно говоря, разобраться, чем же они отличаются, было удобно работать в дальнейшем, я подозреваю, что тапочки отличаются все-таки размером обуви. Мы добавим сюда, не нужны совершенно точно вот эти данные, и сохраним. Ну да, совершенно верно, мы видим, что у нас загружены разные тапочки с разными размерами. Это те самые торговые предложения, которые в итоге показываются на выбор нашему клиенту. Да, у нас есть основной товар, и его описание, картинки к нему загружены, и есть торговые предложения, которые мы предлагаем купить, собственно, одни тапочки в разных размерах. Возможно, здесь тоже потребуется какое-то редактирование, и там дважды кликнув или выбрав через контекстное меню «Переход к редактированию», мы получим тоже форму редактирования, где сможем изменить, например, именно размер или там цвет этого конкретного предложения. Ну, понятно, что анонс подробно в данном случае будет не использоваться, но, например, торговый каталог – это очень важная часть. Здесь указана цена именно этого размера этих тапочек, указаны там налоговые применения, как они измеряются, сколько сейчас на складе, вообще какие склады есть, у меня склады не заведены, поэтому пока здесь ничего нет. Ну и данные там о подписках, например, подписались ли на поступление этого товара или нет. Таким образом вы, собственно говоря, настраивая для себя, получаете возможность управления конкретными торговыми предложениями вот в таком вот единичном варианте. Возможно, в каких-то случаях вам понадобится добавить торговых предложений или, например, при создании торговых предложений, как я уже говорил, можно использовать генератор, и этот генератор позволит создать большое количество торговых предложений максимально быстро. Вот, вот у меня какой-то большой получился и не влезает в экран. Ну, многие формы вы можете изменять размеры, перемещать по экрану для удобства работы. Система запоминает окошки, как расположены. Ну вот, собственно, мы создаем еще торговые предложения для тапочек, и здесь вот нужно вставить название. В данном случае можно выбрать название, собственно, это будет название родителя, то есть название товара основного, то есть будет так и называться, как тапочки. Можно изменять весы, размеры, доступное количество, опять же, 100 штук будет. Что у нас с НДС? НДС, конечно, наверное, включен в цену. Базовая цена, пусть будет 999 рублей. Если есть другие типы цен, здесь можно их добавлять сразу. Ну и, собственно, дальше мы должны определять, а чем же, собственно, будут отличаться эти новые торговые предложения. Ну, пусть они отличаются у нас с вами цветом. У нас будет несколько вариантов цветов и все доступные размеры обуви. Дальше мы можем прикрепить различные изображения, то есть, например, для разных цветов в картинке имеет смысл прикреплять изображение. И, собственно, загрузить их сейчас сразу же для нескольких товаров. Вот, в частности, я выбрал, что у меня должен загрузиться для этого цвета, для всех размеров. И сюда я могу загрузить картинку, которая автоматом расставится под все мои изображения, под все мои торговые предложения. Ну и, собственно говоря, нажав «Генерировать», я получил целую пачку еще сразу же созданных торговых предложений. Но теперь опять непонятно, чем они отличаются, поэтому, опять же, имеет смысл пойти в настройки и теперь добавить еще и цвет. Теперь будет понятно, что у меня есть пять размеров коричневого, фиолетового, красного и так далее. Все размеры всех предложений собраны. Здесь также появился страничник, потому что много стало влезать и так далее. Вот, собственно говоря, вариант ручного размножения и создания товаров с большим количеством предложений. Очень быстро, буквально в пару кликов мы создали вместо одного товара 15 товаров, и это позволяет, собственно, ускорять вопрос, ускорять процедуру создания товаров в ручном режиме. Так, вижу вопрос. Какие имеются возможности импорта товаров из внешних источников, из других БД, например, MS Access? Ну, импорт товаров, да, это следующая тема, которую я хотел бы вам показать. И, на самом деле, вернувшись в мастер-магазин, следующим пунктом будет у нас дальше определение различных учетов. Но, чтобы завершить тему про импорт и ввод товаров, я покажу, конечно же, импорт. У нас есть импорт данных, и мы можем настраивать автоматизированный периодический импорт данных из формата CSV. Либо CommerceML, но CommerceML, это понятно, что это формат 1С, его тоже можно здесь делать в таком полуручном, полуавтоматизированном режиме, но чаще это делается все-таки через стандартный импорт. А вот импорт из CSV действительно может быть, и это как раз решение с импортом из любых внешних источников. Дело в том, что CSV – это универсальный текстовый формат, представляемый в табличной форме, то есть это строки, разделенные каким-то символом. Любой Microsoft Excel умеет формировать CSV-файл, и, соответственно, Excel умеет открывать CSV-файлы, и редактировать их, и так далее. Поэтому обычного Excel или любого другого табличного редактора будет достаточно, чтобы сформировать, например, различных прайсов поставщиков, минимально необходимые данные для импорта внутрь системы. Можно посмотреть, как это работает в формате импорта вот такого ручного, то есть это автоматизированный импорт, когда у вас, например, периодически вы файлик подкладываете на сайт, и он его автоматически с определенной периодичностью проверяет и импортирует. А есть ручной одноразовый импорт. Вот здесь в разделе «Контент», «Инфоблоки», «Импорт CSV» можно одноразово импортировать файлик с товарами, например, в какой-либо из инфоблоков, но в частности в каталог. Для этого надо просто его сюда загрузить, этот файл. Для того, чтобы понять, в каком формате загружать, на самом деле неважно, это должна быть просто таблица с определенными колонками, которые в итоге попадут в определенные свойства товаров. То есть как минимум там должно быть название, цена, ну все те обязательные поля, которые у вас в товаре есть. Там символьный код, возможно, еще какие-то данные, которые не генерятся автоматически. И вы таким образом, выставив в процессе импорта соответствие полей с свойством в каталоге, очень быстро импортируете практически любой структуры документ. Делается это вот так вот просто и быстро. Так, ну что же, на самом деле первичные настройки мы с вами все основные, по сути, прошли. То есть если мы с вами разобрались, как, собственно, их проводить, то есть на самом деле задача стоит в том, чтобы довести там практически до вот этой где-то зоны, закрыв все основные настройки системы, нам с вами осталось проговорить только платежные и службы доставки. И мы сейчас как раз к ним переходим, и на этом будем завершать мою часть представления первичных настроек интернет-магазина. Напомню также, что этот чек-физ специально сделан для того, чтобы ничего не забыть. По всему я просто физически не смогу пройтись очень много и большой объем. Мы с вами весь день тогда сидеть будем, поэтому будем проходиться только по основным и самым интересным и полезным вещам. Ну, в частности, мы перешли к настройке платежной системы. Как вы, наверное, заметили, при оформлении первого заказа у меня уже была подключена система оплаты банковскими картами. Она действительно подключена через сервис Яндекс.Касса. Вот она здесь есть. Она активная, ее действительно можно выбирать. Единственное, ну, как не проблема, а задача сейчас – это произвести настройки, чтобы это все-таки заработало, а не просто было кнопочкой красивой на сайте. А для этого необходимо настраивать обработчик платежной системы. На самом деле вам нужно все, что сделать, заполнить вот эти три основных поля. Три основных поля – это, собственно, идентификатор, который вы получите у Яндекса, номер витрины магазина и пароль. Эти данные вы получите при заключении договора с Яндекс.Кассой. Можете включить, например, тестовый режим и, собственно, попробовать эту процедуру с помощью тестовых карт, которые вам, опять же, Яндекс.Касса должна предоставить. И, собственно, все. Возможно, потребуются какие-то дополнительные настройки, но вот здесь есть кнопка «Показать все», и здесь можно посмотреть, какие еще данные отправляются в платежную систему и как они настраиваются. Здесь вот видно, например, что номер заказа, да, он идет… код заказа идет в номер оплаты, который уходит в Яндекс.Кассу для того, чтобы идентифицировать платеж, так же, как код покупателя. Это код пользователя на вашем сайте. Даты проставляются автоматически и так далее. Вы можете настраивать разные значения для разных типов платильщиков, то есть у вас могут появиться разные типы платильщиков, и для них, соответственно, разные подключения к этой платежной системе с разными данными, которые вы туда передаете. Здесь можно также поменять картинку, которая будет выводиться, да, различные типы, настройки, проверки и так далее. Таким образом настраивается практически любая платежная система, которую вы захотите использовать. И если, например, по той или иной причине вы не видите здесь платежную систему, которую хотели бы использовать, мы смело умеем кнопку «Добавить платежную систему», и вот здесь при выборе обработчика видим большой список различных платежных систем, которые, скорее всего, уже содержат то, что вам нужно, а если нет, то вам прямая дорога в Marketplace. В Marketplace можно найти еще там порядка сотни модулей, которые обеспечивают подключение к различным платежным системам, и при установке этих модулей либо появится вот здесь обработчик, либо прямо на предыдущем шаге появится уже готовая платежная система с первичными настройками, которые так же, как мы в случае с Яндекс.Кассой, просто вводим идентификационные данные договора с этой платежной системой и начинаем работать. Это, собственно, настройки платежных систем, и, как видите, они тоже сведены к минимуму на первых шагах. Возвращаясь в мастер, переходим к службам доставки. И это, в общем, наверное, завершающая наша сегодняшняя часть, поэтому если у вас есть вопросы по всем моим сегодняшнему представлению, вы, пожалуйста, их уже пишите потихонечку, чтобы я успел на них ответить. Со службами доставки примерно та же история. У нас есть несколько служб доставки, которые уже здесь заведены. Ну, понятно, что вот эти две службы доставки – это курьер и самовылаз, это стандартные службы доставки, которые, по идее, есть в каждом магазине, но вы можете отключить, если они не нужны. В частности, у вас в доставке курьером есть разные параметры, которые можно настраивать, и в том числе обработчик. И обработчик для курьера, собственно, очень простой. То есть здесь указывается цена и срок, за который будет доставлено, чтобы продемонстрировать это пользователю. Также ограничения, да, то есть, например, что местоположение можно, куда доставляется этой службой доставки, ограничение может быть только определенное. То есть мы не можем там взять и доставлять этой службой доставкой везде, где только можно. В частности, например, по моему магазину совершенно правильно было бы взять и отметить, что доставка будет работать только в Московской области, да, потому что, ну, как бы не могу я больше никуда доставлять, иначе курьеры просто не доедут. И, соответственно, это изменение можно применить к конкретной службе доставки, чтобы, не дай бог, не получилось, что клиент закажет, находясь где-то очень далеко, закажет курьерскую доставку. Это как раз правильно настраивать подобного рода ограничения. Ну и, собственно говоря, возможно, какие-то дополнительные услуги службы доставки, которые можно добавить в каждую из них. Если мы используем какую-то внешнюю службу доставки, да, то есть, например, вот есть SPSR Express, которая здесь уже тоже добавлена, это срочная служба, и здесь уже идет подключение к соответствующему сервису. То есть SPSR Express – это не просто, как бы, возможность доставки, да, но и, опять же, мы указываем здесь данные по подключению к этой системе, и она позволяет рассчитывать стоимость доставки прямо на этапе оформления заказа. А также, в общем-то, видите, вести трекинг, да, но для этого нужно подключение, но в данном случае он работает по умолчанию для SPSR Express, а для других форм, возможно, здесь потребуются дополнительные настройки и дополнительные данные. Ну вот, в частности, есть дополнительные услуги, и вот здесь это хорошо видно, какие дополнительные услуги оказывает служба доставки в формате исследования. Например, вот SMS-информирование получателя, и это может стоить каких-то денег, да, то есть кто может эту услугу заказать, применить, и в процессе оформления заказа, да, собственно говоря, будет предложение эту услугу оформить, но в данном случае она бесплатная, ну, именно конкретная услуга. А так вы можете варьировать те услуги, которые будут доступны для ваших покупателей при оформлении заказа, имеющейся дополнительные услуги службы доставки. Есть Почта России, которая умеет рассчитывать данные, опять же, получая их с сервера Почты России, ну и, конечно же, вы можете добавить службу доставки, например, автоматизированную, как вот в случае с SPS Air Express, и, опять же, в настройках обработчика выбрать те службы, которые подключены, ну, вот, например, ПЭК, есть там UPS, EMS и так далее. Опять же, если в этом списке нету почт, обработчика той почтовой службы, которая вам нужна, вы бежите на Marketplace, marketplace1sbitrix.ru, или вот за разделе Marketplace каталог решений, и, собственно говоря, открываете категорию для интернет-магазина, и здесь будут, например, работа с заказами, и, соответственно, там будет у нас с вами все, что необходимо по работе с заказами, в том числе и доставки, и так далее. То есть это все, что потребуется дополнительное, можно прямо отсюда выхватывать из Marketplace, для того, чтобы наполнить, добавить в свой магазин именно ту службу доставки, которая вам необходима на вашем магазине. Так, ну что же, возвращаясь в мастер, пройдемся по нему еще раз беглым взглядом, потому что какие вещи можно показывать, можно настраивать здесь. Здесь дальше идет, как видите, SEO, и вот про некоторые части, в частности создание карты, сайта и так далее. Сейчас Максим будет рассказывать некоторые полезные вещи, связанные с первичными, опять же, настройками и главными ошибками, которые делают начинающие владельцы интернет-магазинов на старте своего магазина. Так, что же, поотвечая на вопросы, я вижу, несколько вопросов поступило. Подскажите, пожалуйста, насколько безопасно подгружать приложение из Marketplace? Ну, насколько это возможно? То есть, безусловно, наша компания при проверке поступаемых в Marketplace решений проверяет их, в том числе на безопасность. Мы, безусловно, не можем гарантировать стопроцентную работу каждого решения, но, как минимум, работоспособность основных функций и безопасность самих модулей с точки зрения именно безопасности мы, конечно же, проверяем. Поэтому ставить можно смело. Ну, вот по качеству работы, да, это уже вопрос к разработчику конкретного решения. Всегда можно поговорить с разработчиком заранее, узнать у него те или иные нюансы работы приложения, уточнить, решит ли оно вашу задачу перед тем, как его устанавливать и, собственно говоря, пробовать или подвергать свой магазин каким-то изменениям. Возможно ли загружать товар от разных поставщиков? Да, конечно, возможно, и вы можете ввести у себя, в том числе, используя, например, внутренний складской учет или просто разные прайс-листы загружая от разных поставщиков. Никаких ограничений здесь нет, вы можете это делать как угодно, и, в общем, нету здесь проблемы. По управлению все понятно, можно самостоятельно все это сделать без проблем. Но почему тогда веб-студии просят так много за создание магазина? Все, кроме индивидуального дизайна, реально сделать самостоятельно, или я что-то не понимаю. Вы, с одной стороны, правы, с другой стороны, нет. Действительно, большую часть стоимости интернет-магазина в веб-студии составляет индивидуальный дизайн и различные индивидуальные логики, которые могут возникнуть или которые встают как требования при разработке дизайна. То есть мы с вами сейчас посмотрели один вариант стандартизированного интернет-магазина, и если вам кажется, что он вам подходит по основным своим критериям, в вашем случае вы действительно можете ограничиться типовым интернет-магазином. И действительно сделать многое самостоятельно, если у вас есть на то воля, желание и время. Многие клиенты, будущие владельцы интернет-магазинов или владельцы уже действующих интернет-магазинов при заказе интернет-магазина в студии, да, закладывают туда не только индивидуальный дизайн, хотя индивидуальный дизайн – это, конечно же, тоже важная вещь, и, ну, то есть многие относятся к этому очень трепетно. Но также туда закладываются различные нестандартные механики работы интернет-магазина по представлению товаров, по работе карточки, по работе оформления заказа, по логистике и так далее. То есть со временем работы, да, вам хочется оптимизировать свои процессы, да, сделать их более индивидуализированными, и в этом случае требуется участие разработчиков, программистов, проектировщиков, дизайнеров и так далее. То есть тех, кто будет затачивать платформу, затачивать интернет-магазин под ваши процессы, под ваших клиентов, под максимальную эффективность работы в вашей сфере. Это востребованная услуга, поэтому действительно это стоит дополнительных денег, потому что там большая экспертиза. Ну и потом, надо понимать, что веб-студия, она, как говорится, не только ценный мех. То есть это еще и люди опытные с точки зрения разработки интернет-магазинов. И очень многие решения начинающему владельцу интернет-магазина, они смогут подсказать заранее, еще просто поделившись своим опытом, как бы поскольку они съели достаточно собак, извините за такую аналогию, на разработке магазинов и прошли через многие железные трубы, медные трубы, да, при проектировании, разработке, исправлении ошибок и так далее. И это, конечно, бесценный опыт, за который имеет смысл заплатить. Так, чем отличается Bittrex24 от малый бизнес? Очень многим пока. Дело в том, что это разные классы продуктов на текущий момент. Bittrex малый бизнес – это система управления интернет-магазином и сайтом, а Bittrex24 – это внутренний портал организации, в рамки которой входит, например, CRM-система. CRM – это управление взаимодействием с клиентами, выстраивание отношений, хранение клиентской базы и так далее. Но там совершенно нет онлайн-торговли на текущий момент, да, то есть это все-таки система внутренняя. А малый бизнес – это платформа для разработки интернет-проекта, для разработки сайта. На Bittrex24 прямо вот сайт, полноценный интернет-магазин не разработали. Конечно, это другая штука. Ну что ж, я предлагаю, поскольку вопросов пока больше нет, переходить к следующему докладу. Максим, скажи, пожалуйста, готов ли ты? Только микрофон надо включить. Да, я тут. Да, отлично. Тогда я передаю тебе слово и переключаю экран. А для наших слушателей напомню, что вы можете продолжать задавать вопросы вот в этом формате, я оставлю их с вами, и незримо буду отвечать уже в текстовом варианте. Ну и в конце мы еще совместно с Максимом на вопросы поотвечаем, так что смело задавайте и по моей части, и по его части свои вопросы. Так, Максим, передаю экран. Сейчас система выдаст предложение показать экран. Если он один, то просто нажимаешь «показать». Если экранов несколько, надо выбрать, какой экран показывать. Все, нет, один. Так, нормально сейчас, видно? Угу. Да, все, видно. Я микрофон отключаю. Дерзай. Все, здравствуйте, коллеги. Меня зовут Максим Ленин, руководитель отдела продаж студии «Клондайк». Немножко информации о том, что мы себе представляем как агентство. Вот наши позиции в рейтингах. На самом деле мы очень быстро развиваемся. Вот та информация, которая здесь представлена, она чуть-чуть устарела. Мы немножко уже выше поднялись в рейтингах, в каких-то добавились, которые здесь не перечислены. Но эту информацию можно посмотреть у нас на сайте, она там в актуальном состоянии. Какие вопросы мы рассмотрим в рамках доклада? Мы поговорим о частых проблемах новорожденного сайта. Это относится как к разработке сайта нового с нуля, так и к переделке текущего сайта. Основные вопросы у нас будут рассматриваться такие. Это типовые ошибки при разработке сайта, на что вам нужно, как заказчику, обратить внимание и избежать этих ошибок. Потом, после запуска сайта, принципиально важно правильно подойти к выбору рекламных источников и оптимизации расходов на рекламу и продвижение. Ну и маленький блок в конце. Это семь способов повысить конверсию. Просто несколько хороших советов, которым рекомендую прислушаться и использовать. Итак, вопрос первый. Ошибки при разработке сайта. Ошибка первая. Сайт не индексируется после публикации. Выглядит это вот так. Набираете название компании, либо непосредственно адрес, доменное имя, домен.ру, и ничего нет в поиске. Почему это происходит? Некорректное заполнение файла robots.txt. Это текстовый файл, который содержит инструкции для поисковых систем, который позволяет правильно находить сайт на поиске и индексироваться. Очень распространенная ошибка. Вот на это обязательно обращайте внимание. То есть, на удивление, часто это встречается. Мы постоянно делаем аудиты сайтов для большого количества клиентов. Вот прям сплошь и рядом. Не скажу, что каждый второй, но очень часто, очень часто разработчики это игнорируют. По той простой причине, что если вы обращаетесь к компании, которая специализируется на разработке, но не имеет компетенции в продвижении сайта, они такие вещи просто игнорируют. Поскольку сайт же не будет хуже работать от того, что у него нет сайтмэпа и robots.txt не настроен, либо отсутствует. И они просто это игнорируют. А у вас потом возникают сложности именно при продвижении в дальнейшем. Поэтому на это обязательно обращать внимание. Вообще, лучше, конечно, рекомендуем обращаться в фулл-сервисные агентства, такие вот, как наши, например, когда в штате есть специалисты. Фулл-стек специалисты – это и программисты, и SEO-шники, и директологи, и маркетологи. То есть, это гарантирует вам получение более качественного продукта, готового для дальнейшего развития. То же самое относится к сайтмэпу, что и к robots.txt. Это тоже файл, который содержит список страниц сайта, подлежащих индексированию и некоторые другие дополнительные параметры. То есть, еще раз обращаем внимание, эти сайты должны быть, и они должны быть заполнены, быть правильно. Следующая очень распространенная ошибка – это отсутствие базовой SEO-оптимизации. Это тоже распространеннейшая проблема, которая связана с тем, что я уже сказал перед этим – отсутствие компетенции у студии разработки в SEO. Поисковая оптимизация. Очень часто мы вот такую видим. Здесь вот реальные примеры приведены. Как вы видите, это компания Аэрофлот, и у них главная страница от оба из проектов под домен, называется «Главная страница». И вот Московская областная дума на тот момент, когда мы готовили доклад, тоже имела главную страницу, которая называется «Главная». Такого, конечно, быть не должно. Описание должно являть собой название компании и краткое указание сферы деятельности. Как вот здесь написано, «Компания Ромашка, интернет-магазин цветов». Так правильно. Должно быть вот таким образом. Вторая ошибка тоже очень распространенная. Когда сайт попадает в поиск с демо-контентом. Вот так это выглядит. И это, опять же, происходит из-за того, что неправильно указана директива robots.txt, то есть сайт разрабатывает либо сразу на боевом домене, либо на тестовом, а в robots.txt не стоит запрет на индексацию. И сайт пока делают, там демо-контент, как это ерунда написано, а тем временем поисковая машина заходит на сайт, его индексируют. И после публикации вы видите вот такие вот ляпы в интернете, когда сайт попадает не в индекс, а с демо-контентом. Нужно обращать внимание разработчиков на это, что когда он разрабатывает с сайтом, он должен быть закрыт от индексации, а после публикации, опять же, нужно не забыть зайти в файл robots.txt и разрешить индексацию, если у вас уже там реальный контент. Потому что обе ошибки одинаково распространены. Забывают закрыть от индекса период разработки, а потом забывают открыть, когда сайт опубликован, и происходит то, что мы видели ранее, когда вы свой сайт не можете найти в интернете. Третья ошибка тоже очень распространенная, это когда не склеены зеркала написания ВВВ и без ВВВ. Сейчас правильный так и так. Раньше было стандартно писать ВВВ, 3W.mysite.ru. Потом от этого ушли, но часто пишут и так и так. И, соответственно, очень важно обратить внимание, если вы занимаетесь продвижением сайта, необходимо использовать 301 серверный релект для того, чтобы пользователи могли зайти с ВВВ и без ВВВ. Это очень важно именно для SEO-оптимизации, потому что, может быть, у вас ссылки закупались на домен ВВВ с написанием с ВВВ, а без ВВВ ничего не закупалось. И получается, что у вас, как бы, ну, фактически это два сайта, то есть с точки зрения современных поисковых машин, ВВВ и без ВВВ – это два разных сайта. И, соответственно, вопрос, какой из них основной. И он может, ну, поисковая машина может признать основным тот сайт, по которому никакие работы по поисковой оптимизации не велись. И, соответственно, вы теряете позиции, трафик и храняйте свои продажи. Переадресация со старых страниц не настроена. Эта ошибка возникает, когда мы не с нуля делаем сайты, когда у вас уже есть какой-то сайт, уже есть какие-то позиции на поисковую выдачу, есть определенный трафик органический, так называемый, когда у вас находят с поиска. Когда вы переделываете сайт, структура урлов у вас меняется. И, соответственно, опять же, поисковая машина понимает, что это новый сайт и начинает его заиндексировать. Таким образом, вы здесь тоже можете терять значительную долю трафика и позиции, если не сделать правильный 301-й редирект, чтобы поисковая машина понимала, что это сайт не новый, а переделанный. И весь контент, который уже был проиндексирован, на самом деле существует, но по другому адресу, нежели сейчас. А новый адрес соответствует старому. Вот эту штуку обязательно нужно делать при переделке сайта. Если, конечно, старый сайт продвигался, и там есть что терять. Пятая ошибка – это медленный сайт, отсутствие мобильной версии, либо адаптивной верстки. Раньше это не считалось важным фактором. Несколько лет назад все сайты были неадаптивные, и даже многие разработчики еще пару-тройку лет назад вообще не знали, что это такое, как это правильно реализовывать. Но на данный момент поисковые машины, Яндекс и Google официально заявляют, что сайты, не имеющие адаптивные верстки, ранжируются хуже, чем те, которые корректно отображаются на мобильных устройствах. Поэтому на сегодняшний день, если вы не хотите терять до 50% ваших постоянных потенциальных покупателей, обязательно обращайте внимание разработчиков, когда они вам делают смету, точнее, верстка будет ли адаптивной, либо они предлагают какое-то другое решение. И не путайте ни в коем случае адаптивную верстку сайта с мобильной версией, потому что с точки зрения поисковой машины мобильная версия – это другой сайт. Соответственно, если вы продвигаете мобильную версию, нужно понимать, что у вас должен быть отдельный бюджет на продвижение десктопной версии сайта, а на мобильную версию, соответственно, точно такой же бюджет для того, чтобы продвигаться в мобильной выдаче. Это не рентабельно, ну, для некоторых проектов это рентабельно, это делается, но, как правило, все-таки для интернет-магазинов рекомендуется использовать адаптивную верстку. Обратите на это внимание, пожалуйста. Это на данный момент очень важный фактор ранжирования. Не имея адаптивной верстки, вы потеряете всех потенциальных клиентов. Google вас вообще не покажет на мобильном устройстве. Если человек зайдет в Google и будет с поиска вас искать, вас там не будет. Ну, и медленный сайт – это тоже очень важный фактор снижения конверсии, и причем количество отказов растет в геометрической прогрессии по отношению к скорости загрузки. Чем медленнее, тем меньше у вас будет потенциальных посетителей на сайте, потому что сейчас уже люди привыкли к высокому качеству, и, соответственно, никто не станет ждать несколько секунд, пока сайт загрузится, он просто закроет окно и пойдет к вашим конкурентам. Один из Bittrex имеет технологию специальную, композитный сайт, который позволяет значительно увеличить скорость загрузки. Обязательно пользуйтесь этим инструментом. Но, кроме того, что сама платформа поддерживает эту технологию, могут быть еще и другие проблемы. Неправильно выбор хостинга, например, слишком будет у вас значительно влиять на скорость загрузки, если неправильно выбран тариф, не соответствующий требованиям 1S Bittrex. И неправильно собранный сайт. Это, опять же, тоже вопрос компетенции разработчиков, потому что они могут просто пойти на поводу, допустим, ваших желаний. Вы скажете, я хочу, чтобы картинки были суперкачества, они влепят картинки, которые весят 10-15 мегабайт, никогда в жизни такой сайт не загрузится. То есть здесь нужно очень аккуратно подходить. С одной стороны, чтобы не пострадало качество продающее, продающее свойство изображения. Это очень важно для интернет-магазина. Качество картинок должно быть хорошим. Но при этом они не должны столько весить, чтобы затруднять загрузку сайта, иначе у вас никто не дойдет до этих картинок, чтобы их посмотреть и сделать покупку. Ну и неправильно верстка сайта, это нужно тоже проверять. Специально есть инструментарий, который позволяет определить, насколько качественно сайт собран, правильно ли установлены счетчики в нужных ли местах на страницах, и так далее, и так далее. Такая техническая работа. Это можно заказать отдельно у компании. Допустим, вы сделали сайт в одной компании, обратились в другую, и просите сделать технический аудит. Это легко можно все проверить, и вам дадут рекомендации по исправлению текущих ошибок для улучшения качества сайта. В целом, вот такие вот рекомендации можно дать по устранению ошибок. Базовую SEO-оптимизацию необходимо делать все-таки до публикации сайта, и все-таки интересуйтесь у разработчиков, имеют ли они в этом компетенции, не получите ли вы сайт без robots.txt, сайтмэп и прочие ляпы, которые мы до этого рассматривали. Публиковать сайт только с реальным контентом. Ни в коем случае он не должен попасть в интернет с демо-контентом. Демо-данные необходимо все удалить и залить реальные перед публикацией сайта. Если вы не с нуля делаете сайт, а переделываете текущий, обязательно уточните у разработчика, будет ли осуществлен 301-й серверный редирект, для того чтобы не потерять позиции и трафик при изменении структуры урлов на новом сайте. Обязательно проверяйте настройки сервера, мониторинг производительности, мониторинг качества внедрения необходимо обязательно, чтобы разработчик вам сдал дело сайт на платформе 1SBitrix. Это один из показателей, это прохождение мониторинга качества внедрения. Ну и обязательно используйте все современные технологии, такие как адаптивные версты, потому что иначе вы будете проигрывать вашим конкурентам. Следующий вопрос нашего доклада, это вот вы запустили сайт, опубликовали, что делать дальше? Выбор рекламных источников и оптимизация расходов на его продвижение. Поскольку интернет-магазин создается, чтобы продавать, понятно, что сам по себе он ничего не продаст без привлечения клиентов через интернет. Первый шаг. Настройка, установка и настройка счетчиков статистики. Не очень часто встречается такая ошибка, что идет продвижение, никакая система статистики не установлена, но тем не менее это все-таки иногда встречается до сих пор, тоже обратите на это внимание, обязательно надо поставить. И Яндекс.Метрику и Гугл Аналитикс, поскольку они друг с другом не дружат и статистику друг другу не отдают. То есть для того, чтобы всю полноту информации владеть, необходимо иметь две аналитических системы на сайте. Они позволяют отслеживать эффективность рекламы. Вот так это выглядит в Метрике. Соответственно, либо самостоятельно это делаете, либо, если вы к кому-то обратились, запрашиваете вот такие отчеты от той компании, которая занимается рекламой и продвижением вашего сайта. Дальше. Выбор рекламных источников. Это принципиально важно для понимания вашего места на рынке. То есть вы должны определить сначала рекламный бюджет и вообще в целом бюджетный интернет-маркетинг и провести определенную аналитическую работу, чтобы понять, какие источники привлечения клиентов вам подходят, а какие не очень. Это зависит и от стоимости привлечения через определенный канал, ну и от специфики бизнеса, потому что для некоторых отраслей одни каналы работают, другие не работают. Вот здесь в сводной табличке перечислены основные источники привлечения трафика на сайт и указана примерная стоимость. Хотя на самом деле она очень сильно зависит от отрасли, потому что от контекстной рекламы здесь написана средняя оценка, но это как средняя температура по больнице, 50 рублей за клик, то на самом деле есть тематики, где один клик может стоить и 5 тысяч рублей, а есть тематики, где и 5 рублей клик не стоит. Это само по себе ни о чем не говорит. Настраивается контекстная реклама быстро, если вы обращаетесь в агентство, которое является сертифицированным агентством по Директу, имеет сертификат Яндекса, то сама по себе настройка – это очень быстрый процесс, за один день вам сформируют рекламные кампании, настроят и запустят. С эффективностью проблема в том, что реклама на грани рентабельности, поскольку используется аукционная модель для расчета стоимости ставок, понятное дело, что эта стоимость растет до порога рентабельности, после чего все игроки перестают торговаться, и таким образом стоимость клика фиксируется фактически на уровне нулевой рентабельности, а если у вас не очень хорошо настроена рекламная кампания, то вы даже уйдете и в минус. Следующий канал основной после контекста – это поисковое продвижение, там стоимость значительно ниже, но минус в том, что это очень долго. Опять же, во-первых, учитывая то, что от отрыва до шести месяцев нужно ждать хоть каких-то результатов, если вы не можете оценить компетентность тех, кто делает вам эту поисковую оптимизацию, может так получиться, что вы полгода будете платить, 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 а потом у вас вообще ничего не получится. И очень часто меняются эти SEO-компании как раз в силу того, что они могут изначально определить, насколько они компетентны, все ли они правильно делают, а результатов ждать 3-6 месяцев, а платить нужно ежемесячно за эти услуги. Ну и кроме субъективными факторами, потому что в некоторых сферах это поисковое продвижение, оно работает в принципе не очень хорошо, и может так получиться, что все делается суперправильно и грамотно, бюджеты достаточно серьезные выделяются, и даже есть трафик, и переходы на сайт, и позиции, а продаж нету. То есть, в этом канал просто не работает. Пока вы не протестируете, вы не поймете, работает это или нет. Социальные сети тоже сейчас на данный момент очень такой хороший, серьезный источник получения клиентов. Стоимость ниже, чем в SEO, но на самом деле здесь дешевизна, она такая кажущаяся, потому что на самом деле особенность социальных сетей заключается в том, что конверсия, все, наверное, понимают, что такое конверсия, да, это соотношение посетителей на сайте к количеству заказов. Вот этот трафик, он достаточно низкого качества, и, соответственно, конверсия там значительно ниже, чем в поисковом продвижении и в контекстной рекламе. В контекстной рекламе конверсия может иногда достигать процентов, и в поисковом продвижении тоже есть низкочастотные запросы точного соответствия, и по этим переходам всегда совершаются покупки. В социальных сетях такого не будет, поэтому при кажущейся дешевизне привлечения одного потенциального посетителя на сайт, на самом деле, бюджеты нужны достаточно серьезные, потому что людей нужно загнать на порядок больше, чем с поискового продвижения из контекста. А будут ли они что-то покупать, это большой вопрос. И кроме того, есть такая особенность, что контекстная реклама и поисковое продвижение – это способы продвижения, нацеленные на удовлетворение текущего спроса. То есть человек уже знает, что он хочет, он в поисковой строке набрал, там «хочу купить айфон дешевле», дешевый, соответственно, он получает рекламные объявления по этому запросу и, соответственно, в органической выдаче тоже получает список сайтов, где можно купить айфон дешевле, чем у других. Это называется удовлетворение текущего спроса. Социальные сети используют немножко другого, когда выводится новый продукт или услуга на рынок, и эффективность, соответственно, контекстной рекламы поискового продвижения будет равна нулю, потому что эту услугу еще никто не знает, и таких нет в статистике. Если зайти посмотреть прогноз бюджета в контекстной рекламе, вы увидите, что это словосочетание вообще никто не запрашивает, потому что никто не знает, что это за продукт, что это за услуга. Соответственно, тогда формируется другого типа рекламная кампания, которая нацелена именно на формирование спроса, то есть устраивается шумиха в социальных сетях, рассказывает, что вот появилась новая крутая услуга, обращайтесь, это нужно для того-то, того-то, преимущества такие-то, такие-то, и вот есть одна единственная кампания, которая эту услугу оказывает. Очень сложно, очень сложно это правильно реализовать, и очень большие нужны бюджеты, потому что, как я уже говорил, конверсия социальных сетей, она несопоставима ниже, чем конверсия с контекста и с поискового продвижения. То есть очень большие бюджеты на формирование спроса нужны, и сработает или нет, тоже большой вопрос, здесь нужно очень серьезно подойти к планированию и вообще к стратегии, когда вы будете новый продукт на рынок, насколько это вообще целесообразно делать. Ну и реклама на тематических порталах, это дороже, чем поисковое продвижение, но дешевле, чем контекстная реклама, это, в принципе, очень хороший способ получения качественного трафика, высоко лояльно настроенных людей именно к вам, по вашей тематике. Это называется классический пиар, по сути дела, потому что для оффлайна используются те же самые технологии, покупка статей, проведение мероприятий таких вот такого формата, как вот наши с вами сейчас, это очень хорошо работает на повышение лояльности аудитории и позволяет получать очень качественное посещение на сайт и продажи с достаточно высоким уровнем конверсии. Вот, здесь сложность только в том, чтобы правильно подобрать площадки, которые действительно имеют высокий уровень доверия пользователей и большой трафик. Очень хороший способ привлечения. Ну и есть покупка лидов, это всем известная тема, сейчас очень многие колл-центры работают по этой схеме. Достаточно дорого, очень качественный должен быть собственный отдел продаж, потому что лиды эти все-таки они достаточно сырые, и не имея опытных продажников в штате, вы эти деньги тоже выбросите напрасно. Мы здесь делали тоже замеры сравнения, сами специально пользователи с несколькими колл-центрами, оценивали качество лидов, конверсию по ним. Это сложная тема, и все-таки на самом деле лучше воспитывать продажника внутри коллектива собственного, который будет по вашим стандартам работать и не пользоваться услугами колл-центров, потому что все-таки в массе своей они работают не очень хорошо. Вот вкратце о источниках и вариантах привлечения трафика. Здесь немножко подробнее говорим о контекстной рекламе. Я уже сказал, что это очень дорогой способ привлечения, и, в общем-то, его, конечно, в срочной перспективе лучше не использовать, хотя есть такие тематики, где ничего другое не работает. Но, тем не менее, нужно понимать, что контекстная реклама на старте, вот вы новый продукт запускаете, сделали новый сайт, вам нужно понять, будут ли его вообще покупать, сколько человек, в принципе, к вам может перейти по рекламе, и насколько маржинальна ваша продукция, и что вообще делать дальше, и как выстроить долгосрочную стратегию. И вот именно для этого используется контекстная реклама, как такой маркер востребованности ваших услуг и продуктов, и способ провести некое маркетинговое исследование, на основании которого потом составляется долгосрочная стратегия, и закладываются уже другие каналы привлечения потенциальных посетителей на сайт. То есть расценивать контекстную рекламу необходимо именно в этом ключе, это способ протестировать рынок. И, соответственно, период тестовой рекламной кампании, исходя из этого, должен равняться сроку принятия решения о покупке. Вот сколько у вас времени проходит от первого обращения клиента и до того, к вам попали деньги от него. Вот, соответственно, рекламную кампанию тестов необходимо проводить на протяжении вот этого периода. В некоторых тематиках это может быть один день, как, например, покупка пиццы или цветов, а, допустим, в строительстве или в медицине этот тестовый период может продолжаться до шести месяцев, и если вы сделаете тестовый период короче, вы не получите релевантных данных и не сможете грамотно выстроить долгосрочную стратегию, ну, понять на самом деле, что у вас происходит, насколько вы конкурентны, и чего вообще можно ожидать в долгосрочной перспективе от этого бизнеса. Вот, на основании проведения тестовой рекламной кампании вы делаете выводы, вернули, если вложенные деньги сработали в ноль, это отличный результат. Если сработали в минус, это тоже данные, потому что надо правильно понимать, опять же, что вы именно проводили исследование, то есть не надо рассчитывать, что только-только опубликовав сайт, сколько вы денег не вложили в директ, а рисковать большими суммами тоже нелогично. Не надо обольщаться и не надо думать, что вы вложите там 100 рублей и получите 1000 в ответ, такого не будет никогда. То есть нужно правильно воспринимать, что вот этот бюджетный контекст на тестовый период – это деньги, заплаченные за маркетинговые исследования. То есть вы получите развернутую статистику и будете понимать, куда двигаться дальше, как и с какими бюджетами. Вот для чего нужна контекстная реклама на старте. Да, и нужно понимать, что эффективность рекламной кампании зависит от качества торгового предложения и от качества работы вашего отдела продаж, потому что сплошь и рядом мы сталкивались с такой ситуацией, когда нам высказывались претензии или нашим коллегам, что «да вы, нам плохо настроили, что к нам никто не заходит». Смотрим статистику, начинаем слушать записи разговоров, сейчас чуть похоже я об этом скажу, как это все делается и настраивается. И выясняется, что на самом деле там с трафиком-то все хорошо, а плохо-то у них с их предложением, потому что оно дороже, чем у конкурентов, и очень плохо с отделом продаж, который не умеет внятно объясняться с клиентом и, в принципе, не умеет продавать. И проблема именно в этом, а не со стороны агентства, которое оказывало услуги по рекламе и поисковому продвижению. Оптимизация расходов. Как я уже сказал, для того, чтобы было понимание, что у нас происходит в рамках рекламы и продвижения, настраивается сначала, устанавливаются системы статистики и аналитики, потом в Директе можно настроить так называемую электронную коммерцию, которая позволяет уже более подробно вам понять по источникам, что у вас происходит. Вот здесь вот очень наглядно видно конверсия по разным источникам, переходы по ссылкам на сайтах, это SEO, где вы покупали, допустим, ссылки в статьях, переходы из поисковых систем, прямые заходы, это оффлайновая активность. То есть, когда вы кому-то дали визитку где-то на выставке, человек зашел непосредственно набрав адрес вашего сайта и так далее. И в концовке вы здесь видите, если у вас настроены правильные метрики, вы видите реальную доходность по каналам. И таким образом вы можете отказаться от неретабельных каналов и сделать акцент на то, что наиболее маржинально. Далее. Этой информации недостаточно, потому что кроме вот этого всего вы еще имеете входящие звонки. И может быть у вас проблема с продажниками, а может быть и нет. Но на самом деле для того, чтобы полностью собрать всю статистику, называется это сквозная аналитика, подключается у нас вот такая связка. Электронная коммерция – это на стороне метрики. Call tracking – это отслеживание телефонных звонков по источникам. Есть так называемый статический, динамический call tracking – это когда у вас на каждый канал привлечения ставится отдельный виртуальный номер телефона. И вы таким образом можете собрать статистику, кто вам перешел по рекламе, кто перешел с органической выдачи, с кем вы общались на выставке, дали ему визитку с еще одним телефоном, и он после выставки вам позвонил, и по нему тоже можно будет посчитать маржинальность и конверсию. Этой все данные должны подтягиваться в CRM-систему, обрабатываться менеджером по продажам. И это, собственно говоря, и составляет сквозную аналитику. И позволяет вам посчитать возврат инвестиций, рентабельность каналов и получить именно комплексную картину всего вашего бизнеса в целом. Вот таким образом это выглядит. Мы рекомендуем использовать ROI-стат, в который можно подтянуть данные со всех источников, и который позволяет как раз рассчитывать ROI-возврат инвестиций. Без этой штуки вы не будете иметь полной информации о том, что у вас происходит. То есть, еще раз повторюсь, что просто поставить систему статистики на сайт, настроить электронную коммерцию, этого недостаточно. Должна быть настроена именно сквозная аналитика. Это связка сайта с оффлайном. Виртуальные телефони, CRM-система, они позволяют писать всю полноту данных о том, что у вас происходит в компании, и выстраивать долгосрочную стратегию и корректировать свои действия. Итак, вот последовательность действий, собственно говоря, еще раз говорим. Не забыли сначала переразработки сайта перед публикацией поставить метрику и аналитикс, настроить там цели. Это как раз имеется в виду электронная коммерция, хорошо настраивается в метрике. Далее сквозная аналитика настраивается с помощью специальных программ, таких как ROI-стат. Запускаете контекстную рекламу именно в качестве теста. После этого тестового периода вы сможете посчитать конверсию по переходам и возврат инвестиций. Если результат положительный, тогда просто усиливайте все, что вы делали, продолжайте в том же духе. Если результат отрицательный, тогда садитесь, анализируйте, что именно не получилось, почему и что делать дальше, и опять же выстроить стратегию как-то иначе. Третий вопрос. Как попасть к конверсию? Есть очень много разных маркетинговых инструментов, которые позволяют, ну не только маркетинговых, которые позволяют увеличить конверсию. Поскольку число пользователей интернета на данный момент уже достигло своего максимума, и понятно, что вы не можете бесконечно увеличивать трафик на сайт, то есть вы заняли какую-то нишу, у вас есть трафик такой, какой есть. У вас приходит там тысяча человек или пусть даже миллион человек, но это количество нельзя увеличивать бесконечно, если у вас есть уже максимальное количество, вы отхватили долю рынка, допустим, миллион у вас посетителей в год, а его два миллиона уже не будет точно. Соответственно, в этот момент необходимо задуматься о том, как повысить конверсию, чтобы при том же количестве трафика вы получали больше заказов и больше денег с этих заказов. Такие есть основные инструменты повышения конверсии. Ну, во-первых, как мы уже говорили до этого, адаптивность и высокая скорость работы сайта – это очень важный фактор, это принципиально важно, на это надо обращать внимание, это вопрос к разработчикам. Далее, качественный контент. Сейчас настал контент маркетинга так называемого. То есть, если контент на сайте отсутствует, его мало, он написан, некачественно, некрасиво представлен. Это очень важный фактор, который снижает конверсию тоже. То есть, есть два типа представления информации, мы сейчас чуть дальше об этом поговорим, я покажу наглядно, насколько важно действительно качественно оформлять контент. Дальше есть интерактивные сервисы, которые повышают конверсию, сейчас отдельно про них поговорим. Программа лояльности – очень важная штука, как раз в свете того, что аудитория интернета, она не бесконечна, и поэтому нужно держаться за тех клиентов, которых вы получили, потому что они, на самом деле, гораздо более выгодны, чем первично привлеченные. Как раз в силу дороговизма первичного привлечения нужно особое внимание уделять уже существующей клиентской базе. И в рамках этого делается работа с отзывами. Очень важно следить за тем, чтобы отзывы были исключительно положительные, негативные, отрабатывать и писать комментарии, чтобы уровень доверия повышался. Е-мейл-маркетинг – это как раз работа с существующей базой, и ремаркетинг – про него сейчас тоже поговорим. Помните, самое главное всегда, что уникальное предложение, во-первых, должно быть, и оно должно быть уникальным конкурентом, а самое главное – его нужно описать таким образом, чтобы оно было понятно для потребителя, потому что действительно очень распространенная проблема, тоже делая аудиты сайтов для большого количества клиентов, сплошь и рядом сталкиваемся с тем, что они не могут правильно объяснить, что они продают, для кого это, в чем заключается услуга. Особенно это касается сложных услуг, конечно, интернет-магазинов в меньшей степени, но когда люди продают такие сложные технологические услуги, самая распространенная проблема – это грамотное описание, что именно они предлагают, кому это нужно, в чем преимущество этого решения, и как это решение приобрести, и почему именно у них, а не у других. Первый совет, вы уже об этом говорили, обязательно сайт должен иметь адаптивную верстку, должен быстро загружаться. Вот здесь представлена статистика в зависимости качества сборки сайта от посетителей. Есть статистика, сейчас она уже на самом деле еще больше сместилась в сторону пользователей мобильных устройств. Ну вот в прошлом году, например, это было так. То есть 84% пользователей в течение месяца используют для выхода в сеть больше одного устройства. То есть очень часто делают заказы в магазинах с мобильных телефонов или с планшетов. Больше половины аудитории используют мобильные устройства в равной степени с компьютерами. И пятая часть аудитории вообще обходится без десктопных компьютеров, пользуется только телефонами и планшетами. Вот, и как я говорил раньше, Яндекс и Гугл разделили выдачи для десктопов и мобильных устройств. Соответственно, если ваш сайт не имеет адаптивной верстки, вас там не найдут. Обязательно обращайте на это внимание. Вот, по статистике Гугла, трафик с мобильных устройств достиг 50%. Это тоже данные прошлого года, сейчас уже больше. То, что я говорил, качество контента. Вот здесь это наглядно продемонстрировано. Слева мы видим, а это реальный кейс, магазин Техносила. Вот такая подача информации, как слева, это называется газетный тип подачи. Это использовалось в эру раннего интернета и в офлайне. Газетная подача информации отличается тем, что мы видим портянку текста, которая никак не отформатирована, без использования инфографики, без иллюстраций, мелкий шрифт нечитаемый. То есть весь контент состоит только из текста, не содержит графическая информация. По нынешним временам, по итогам исследований, мы знаем, что пользователи привыкли сейчас к журнальной подаче информации. Журнальный тип подачи информации, это так, как представлено справа. Мы имеем тот же самый текст, который правильно размещен на странице, имеет иллюстрация, использована инфографика. Вот текст, когда оформлен таким образом, он имеет гораздо большую конверсию. Обращайте внимание, тоже распространеннейшая проблема. Лепят прям с Word, копипастят на сайт в таком стиле, как это показано слева. Это очень неприятно воспринимается и очень сильно снижает конверсию. И есть еще такая штука, как типографика, которая позволяет на платформе Bittrex автоматизировать заполнение страниц, автоматизировать и вот такие красивые страницы, как показано справа, делать в автоматическом режиме. Вот есть такой инструмент, который позволяет вот таким образом оформлять странички, чтобы это не выглядело как газетная вырезка, а чтобы это выглядело красиво и хорошо продавало. Это называется типографика. Интерактивные взаимодействия на данный момент выходят очень сильно на первый план. Проводились исследования среди пользователей онлайн-сервисов, таких как Жива Сайт, и у Bittrex есть собственный инструмент открытой линии. По итогам исследований вот здесь представлены ответы пользователей, почему им важно пользоваться онлайн-консультантами. Оказалось, что достаточно большая доля людей пользуются этими онлайн-консультантами, предпочитает их пости и общение по телефону в силу особенностей характера, либо занятости, ну и многие считают, что им удобнее получать информацию таким образом. Поэтому обязательно обращайте на это внимание. Онлайн-консультант – это неотъемлемый элемент продающего сайта. Неважно, магазин это или корпоративный сайт, но онлайн-консультант должен быть. И очень важно, что биджет должен быть настроен правильно, чтобы там были грамотно подобраны цвета, фотографии консультанта. Очень важно правильно расположить на странице этот консультант, чтобы он не закрывал элементы навигации по сайту, ну и прочее, прочее. То есть всему надо подходить с умом. Недостаточно просто влепить базовый онлайн-консультант. Все-таки нужно немножко потратить время, его грамотно настроить, чтобы он привлекал посетителей, а не отталкивал. Четвертый совет – бонусы и скидки. Вот здесь реальные примеры приведены одного из наших клиентов. Это крупнейший ритейлер в России, Дикой Орхидея бренд. У них на самом деле четыре бренда. Каким образом они вот это делают? Достаточно простой смысл. Вы покупаете скидку, которая распространяется на все товары и на товары других их брендов. То есть вот смотрите, что получается. Лимит покупок 20 тысяч, и вы получаете с этих 20 тысяч скидку 10%, на любые покупки в их сети. А стоит этот бонус всего 200 рублей. Вот таким образом мы привлекаем клиентов, повышаем их лояльность, поскольку, как я уже сказал, кривичное привлечение – это очень дорогой способ. То есть формирование клиентской базы – это запредельно дорого, всегда на грани рентабельности, либо даже в минус. Поэтому очень важно работать с теми клиентами, которые уже есть. И вот это один из способов повышения лояльности. Бонусы за репост – это как раз к работе с соцсетями, как к источнику получения трафика. Очень хорошо работает, реально дарит деньги. И этим пользователям, которые делают репосты, и это очень имеет хорошую конверсию, потому что когда тебе твой знакомый что-то рекомендует, ты к этому относишься с большим доверием, чем когда это неизвестно кто, либо это просто какое-то рекламное объявление. Здесь мы сразу убиваем двух зайцев. Покупатель получает бонус. Вы получаете естественные ссылки в соцсетях, что повышает ранжирование вашего сайта. Вы получаете новых лояльных покупателей и повышается лояльность текущих за счет того, что они сделали вам доброе дело, за это получили бонусы денежные. Про отзывы уже я тоже говорил. Очень важно для крупных магазинов, это очень важно, отслеживать эти отзывы. Можно к специальным людям обратиться, к подрядной организации, которая специализируется только на этом. Но мы в рамках комплекса, допустим, такие услуги тоже оказываем. Мы проходимся по всем площадкам, смотрим, что там пишут. Позитивные отзывы можно, кстати, заказывать. Время от времени тоже надо делать с умом, чтобы это не выглядело нарочито. Но самое главное, то, что за вас никто не сделает, это работать с негативом. Потому что если это негативный отзыв по конкретной проблеме, там некачественно обслужили, брак предоставили, отказались менять, такие вещи нужно отрабатывать. Отрабатывать только собственными силами, потому что никакая подрядная организация вам в этом не поможет. И это нужно делать очень хорошо, оперативно, качественно, потому что это очень важный фактор. Для больших магазинов, да и для маленьких отзывов, это очень важно. И всегда на выдаче в том же Яндекс.Маркете покупатели смотрят на количество звезд в магазина, и они не пойдут в тот, где звезд меньше, чем 4. То есть 3 – это уже сомнительно. А звезды эти снижают как раз за большое количество негатива и за то, что компании не отрабатывают этот негатив. Обращайте на это отдельное внимание. Это отдельное направление работы с отзывами. Такой элемент интернет-маркетинга. Как получить реальные отзывы? Как вот здесь было уже перед этим кейс Дик Орхидеи, то же самое. Можно просить при покупке делать отзывы и за это дарить подарок. Очень хорошо работает. То есть отзыв за бонус – это отличный способ получать позитивные отзывы. Они реальные, правдивые. Это пишут реальные люди, они нанятые, какая-то команда. То есть вот отличный способ. Дарим бонус за позитивный отзыв. Пишите письма. Обратите внимание на настройку почтовых шаблонов, потому что все-таки еще раз подчеркну очередной раз. Те клиенты, которые уже ваши, это гораздо выгоднее, чем привлекать новых. Поэтому нужно очень грамотно их отрабатывать. Нужно правильно настраивать шаблоны, триггеры для e-mail рассылки. И, соответственно, таким образом вы повышаете лояльность имеющихся клиентов, получаете некоторое количество новых клиентов и делаете повторные продажи, не вкладывая никаких средств в рекламу, в продвижение и так далее. То есть у вас есть уже база сформированная, и вы по ней делаете рассылку, предлагаете путь остыть в какой-либо акции. Таким образом получаете новые продажи со старой клиентской базы. Очень хороший и самый, наверное, недорогой способ делать продажи. Вот. Примеры триггерных писем. Bittrex вот выглядит вот так. И, собственно говоря, на почте это письмо будет выглядеть вот так. Очень хорошо это работает. Обратите на это отдельное внимание. При настройке интернет-магазина создайте шаблоны, продумайте триггеры. Там есть встроенный функционал в Bittrex, который уже имеет преднастроенные триггеры на события. Ремаркетинг. Это показ рекламы тем пользователям, которые заинтересовались вашими товарами, уже были на сайте или осуществляли покупки в офлайн-магазине. Вот здесь изображена схема того, как это на самом деле работает. Возвратный ремаркетинг – это преследование объявлениями, которые уговариваются решить покупку, предлагая приятный бонус. Опять же, мы говорим о бонусах. Не забывайте, что это очень хороший инструмент для решения множества задач по повышению конверсии и увеличению объема продаж. Вот здесь как раз показано, как это выглядит в Инстаграм, и справа показано, как это выглядит в Фейсбуке. Очень хорошо работает такая догоняющая реклама. Тоже имейте в виду, при планировании своих действий по продвижению использовать вот такие штуки. Кто все это будет делать? Вот здесь у меня есть сравнительная табличка основных параметров, по которым можно принять решение, кто это будет делать. Стоимость. Понятное дело, что фрилансер – это самый дешевый способ. Штатный специалист. Это не факт, что будет дешевле. Грамотный специалист обойдется вам дороже, чем фрилансер, но может быть подешевле, чем компания, если вы ее наймете. Гарантии результатов по договору. Понятное дело, что только компания может предложить какие-то гарантии. В случае, если они не справятся, они вернут деньги не с фрилансера, не со штатного специалиста. Вы деньги не заберете обратно, если он не выполнит работу некачественно либо вообще не выполнит. Компания также имеет преимущество в комплексности. Это то, о чем я говорил в самом начале, когда есть полный штат специалистов любого профиля в компании, и программисты, и дизайнеры, и директологи, и сеошники, и маркетологи. Это значительное преимущество перед тем, что вы можете найти на фрилансе либо штатных специалистов, потому что вам фактически придется, чтобы иметь те же самые компетенции в штате, нанять всех этих людей в штат. Таким образом, вы создадите собственное агентство интернет-маркетинга. И это далеко не всегда рентабельно на крупных проектах. Это используется в таком уровне, как юмор, или там магазин Эльдорадо. Они все имеют собственный штат разработчиков, сеошников и так далее. Но более мелкие бизнесы, конечно, не могут с этого позволить. Это не рентабельно. Единственный вариант все-таки получить комплексную услугу, это обратиться в компанию. Ну и сроки. Ни фрилансер, ни штатный специалист вам, опять же, не сможет гарантировать определенные сроки. Только компания может написать на договоре срок и этого срока придерживаться. Поэтому вот всегда подумайте. Очень часто приходится с заказчиками дискутировать на эту тему. Они говорят, да вот, это дорого. Мы сейчас найдем фрилансера за три копейки. Подумайте, действительно ли вы сэкономите, либо вы больше потеряете на других этапах. На сроках, на качестве, на комплексности. То есть нужно очень правильно считать деньги. То, что кажется дешевым, предложение, которое кажется дешевым, оно не всегда на самом деле выгодно. Потому что время может стоить значительно дороже, чем видимые выгоды при использовании фрилансера, либо если вы наймете специалиста в штатах. Кстати, чтобы нанять специалиста в штатах, у вас в штате уже должен быть человек с более высоким уровнем компетенции, чем тот, кого вы нанимаете. Потому что вы иначе не сможете определить, действительно ли этот человек справится с поставленными задачами. Тоже очень важный нюанс. Ну вот мы как раз, собственно говоря, представляем такое фуллстек-агентство. Мы предлагаем универсальное решение. Комплексный интернет-маркетинг, это та услуга, которую мы сами придумали 10 лет назад. Сейчас это уже стало расхожим таким термином. Мы в одном окне оказываем весь пул вот этих вот услуг, начиная с разработки сайта и заканчивая настройкой сквозной аналитики и стратегическим планированием развития проекта в целом. Вот здесь схемка представлена, что в себя включает интернет-маркетинг. Вот каждая вкладочка это отдельный фактически специалист. Ну совершенно понятно, что представители малого и среднего бизнеса не могут себе позволить держать в штате людей, каждый из которых бы отвечал на отдельном человеке, который отвечает за каждое из этих направлений. Это абсолютно не рентабельно. И вот так это работает, собственно говоря, постановка цели, анализ текущей ситуации, планирование, выполнение работы, анализ результата, планирование следующего периода. Такими месячными циклами происходит оценка текущей ситуации и планирование на следующий период. Все, я закончил. Спасибо за внимание, коллеги. Давайте вопросы. Давай я тебе озвучу пару вопросов, которые, мне кажется, стоит озвучить и вслух ответить. Влияет ли вообще HTTPS на SEO? Да, конечно, так же. Это влияет на конверсию в первую очередь, потому что, когда выскакивает предупреждение, что сайт небезопасен, человек, скорее всего, туда просто не станет заходить, потому что это лишнее действие. Естественно, нужно переходить, тем более, что есть возможность бесплатно перейти, зачем тянуть с этим. Нет, нет, это сейчас общее правило, обязательно нужно на HTTPS переходить. Да, совершенно верно. И влияет ли доменное имя на SEO? Нет, доменное имя на SEO не влияет. Это, опять же, фактор больше такой оффлайновый, потому что все-таки рекомендуется. Единственный есть нюанс, когда у вас есть какие-то клоны в сети, сайты, которые продают что-то другое либо то же самое, что и вы, имеют похожие названия. Вот это опасная ситуация. А вообще название домена – это, в принципе, такой оффлайновый фактор. Желательно и почтовые адреса, и домены. Имена выбирать таким образом, чтобы их было легко запомнить, и как можно меньше ошибок совершить при написании, потому что бывают такие зубодробильные названия, что их невозможно правильно написать. Это тоже плохо для конверсии. Но с точки зрения поисков, оптимизация – это абсолютно незначащий фактор. А часто сомнение такое возникает по поводу русскоязычных доменов и других доменов других зон. Там нет никаких… Категорически. Вот русскоязычные домены категорически не рекомендуем использовать. Вообще категорически. Это такой эпик фейл получился. Некорректные электронные адреса создаются от этих доменов. Вот это как раз на самом деле очень плохо для поисковой оптимизации. Да, вот это исключение очень важно. Категорически не рекомендуем использовать это. Это хорошо работает только для лейнингов. Если вам надо быстро какой-то товар продать, вы делаете одностраничник, запускаете рекламу, все дали и все это убили. Вот в этих случаях это может хорошо работать, потому что русскоязычные имя так хорошо запоминаются. Все в оптимизации лейнинги не подлежат. Рекламу запустили, сделали, закончили, забыли. Все. Вот для этого это работает. Если вы хотите делать оптимизацию сайта и в долгосрочной перспективе рассчитывать развивать проект, не берите. Не берите. А вот зоны, всякие орг, нет, они опять же на оптимизацию как таковую не влияют, но просто принято как бы в России, чтобы было регион.ру и не использовать всякие орг, нет и так далее. Но опять же это не значащий фактор на самом деле. Да, хорошо. Так, тут вопрос, как получить презентацию на почту. Ну, мы отправим все презентации на почту всем участникам вебинара и ссылку на видеозапись, безусловно, вы, конечно же, получите. Мы тут ничего не скрываем. Тут есть вопрос, почему меняется скорость работы сайта. Как правило, снижается, хотя сайта никаких работ не производится, сайт композитный, но скорость медленная. Ну, вот я, наверное, прокомментирую, что, наверное, самая частая причина, тут надо посмотреть на хостинг. Да, и если это виртуальный хостинг, то возможно, что ресурсы того сервера, на котором он крутится, ваш сайт вместе с другими клиентами этого сервера, да, возможно, что ресурсы в какой-то момент начинают кончаться. Ну, то есть или там загружаются настолько, что это влияет на все другие сайты этого сервера. Вообще хостер должен, по идее, эту проблему регулировать и выносить отдельно особо нагружающие сайты, но, однако, не каждый хостер с этим справляется. Поэтому первое место, куда нужно посмотреть, это на хостинг. И уточнить, что происходит с производительностью самого сервера у хостинга и попытаться там найти причину. Если же никак ничего не меняется, то есть с хостингом все в порядке или выделенный сервер и так далее, то, наверное, тогда имеет смысл обратиться в техническую поддержку 1SBitrix с вопросом о провале производительности. Там наши ребята уже посмотрят детально и попробуют подсказать, в чем, собственно, может быть проблема. Возможно, есть какие-то огрехи в разработке или какие-то некорректные настройки, которые могут влиять на эту производительность. Как избежать падения ранжирования сайта при переходе с HTTP на HTTPS? Если переход сделан корректно, правильно по инструкции, то никакой просадки не будет. Мы сейчас всех переводим, это как бы стандартная процедура, если это все делается правильно специалистом, то ничего не просядет. Ну, собственно, вопросов пока больше не вижу. Так, ну, там сейчас вот, собственно говоря, контакты нашей студии указаны. Если что, можете звонить и писать напрямую мне. Да, совершенно верно. Контакты один из публикций доступны. На нашем сайте нам тоже можно писать и звонить везде и всегда. Ну что ж, я думаю, что на этом мы с вами заканчиваем. Спасибо большое, Максим. Спасибо всем, кто к нам присоединился. Я пока отключу экранчик, да, Максим, чтобы можно было спокойно отдыхать. И спасибо, что сегодня были с нами. Как и обещали, запись мы обязательно отправим в течение пары дней, выложим на YouTube в течение пары дней, отправим вам письмо с презентациями видеозаписи вебинара и ждем вас на следующих вебинарах или посмотрите записи предыдущих. Если какие-то темы вам нужны в более детальном рассмотрении, у нас на нашем сайте в разделе вебинаров все есть. Ну, если у вас есть вопросы какие-то конкретно по вашим проектам, тогда пишите, звоните. Мы можем сделать аудит, помочь ответить на какие-то ваши вопросы. Хорошо. Спасибо. Всего доброго. Максим, спасибо. Спасибо.